Илья Эренбург. Люди. Годы. Жизнь. Книга четвертая. Издательство «Художественная литература. Москва. 1966-1967 годы». Считает Игорь Мурашко. В 1933 году я познакомился и вскоре подружился с американским кинорежиссером Льюисом Майерстоуном. Это очень толстый и добрый человек. Подростком еще до Первой мировой войны он уехал из Бессарабии в Америку искать счастье. Бедствовал, голодал, был чернорабочим, приказчиком, бродячим фотографом, а в итоге стал кинорежиссером. Фейн на Западном фронте без перемен принес ему славу и деньги. Но он остался простым, веселым, или, как сказал бы, бабель, живиальным. Он любил все русское. Не забыл красочного южного говора. Радовался, когда ему давали стопочку и селедку. Приехав на несколько недель в Советский Союз, он сразу подружился с нашими режиссерами. Говорил, да какой я Льюис Майерстоун, я Леня Мельштейн из Кишинева. Как-то он рассказал мне, что когда Америка решила воевать, военнослужащих опростили, хотят ли они ехать в Европу или остаться в Соединенных Штатах. Составили два списка. Майерстоун был среди желающих уехать на фронт, но послали только тех, кто хотел остаться дома. Смеясь, Майерстоун добавил, в общем, так всегда бывает в жизни. Он был веселым пессимистом. В Голливуде нельзя делать того, что хочешь. А может быть, не только в Голливуде. Он решил поставить фильм по моему старому роману «Жизнь и гибель» Николая Курбова. Я его отговаривал. Книга мне не нравилась, да и смешно было в 1933 году показывать романтического коммуниста, ужаснувшегося перед стихией НЭПа. Майерстоун обязательно хотел, чтобы я написал сценарий, предлагал изменить фабулу, показать строительство, пятилетку. Пусть американцы посмотрят, на что способны русские. Я сильно сомневался в своих способностях. Я не драматург и вряд ли смогу написать приличный сценарий. Да я крошка из нескольких книг, мне казалось нелепой. Но мне нравился Майерстоун. Я согласился попробовать написать сценарий вместе с ним. Он меня пригласил в английский курортный городок, где он занимался тяжелым делом, худел. Весил он 100 килограммов и каждый год в течение трех недель ничего не ел, теряя килограммов 20. Потом, конечно, набрасывал на еду и вскоре выглядел по-прежнему. Для голодания он выбирал комфортабельную гостиницу с дурным рестораном, чтобы меньше завидовать людям, которые продолжали обедать и ужинать. Он лежал и худел, а я сидел рядом, ел невкусную еду и писал. Майерстоун изумительно ощущал ритм картины. Говорил, здесь нужно перебить. Может быть, пошел дождь, или из дома выходит старушка с кошелкой. У меня не сохранилось текста сценария. Я его помню смутно. Кажется, он представлял помесь Голливуда и революции, отдельных находок Майерстоуна и кинорутины, мелодраму, приправленную иронией двух взрослых людей. Мы успели исписать толстый блокнот. Майерстоун похудел, костюм на нем висел, и, наконец-то, мы поехали в Париж. На Монпарнасе Майерстоун познакомился с художником Натаном Альтманом и предложил ему сделать рисунки для декораций и костюмов. Пессимизм Майерстоуна оказался обоснованным. Владелец Колумбии Кон прочитал сценарий и сказал, «Слишком много социального и слишком мало сексуального. Не такое теперь время, чтобы швырять деньги на ветер». Майерстоун был, разумеется, огорчен. Он потерял на этом около года, но добился, чтобы Колумбия уплатила гонорары Альтману и мне. Незадолго до Второй мировой войны я видел в Париже Майерстоуна. Он не похудел, но помрачнел. В годы войны он сделал в Голливуде фильм о советских людях. Хотел, чем мог, помочь нам. Когда я приехал в Соединенные Штаты, я с ним говорил по телефону. Он меня звал в Голливуд, но я поехал на юг. Не знаю, что он делал в послевоенные годы и сколько раз его заставляли делать то, чего он не хотел. Мы с Альтманом обрадовались нечаянным деньгам. Газеты тогда были переполнены рассказами о двух счастливчиках, выигравших в государственной лотерее по пяти миллионов франков. Один был угольщиком, другой булочником. Хотя наше богатство было несравненно скромнее, мы себя называли угольщиком и булочником. Мы решили пышно встретить 1934 год. На улице Эколь де Медесин помещался маленький польский ресторан, куда мы иногда ходили, стасковавшись по русской кухне. Хозяева были приветливыми, и польско-советские конфликты, частые в те годы, не отражались на качестве бигаса или пончиков. В ночь под Новый год поляк закрыл свой ресторан и переехал на улицу Котантен. В нашей квартире были две комнаты. Мы раскрыли двери, поставили в ряд десяток столиков, привезенных из ресторана. При входе красовалась надпись, нарисованная Альтманом. «Угольщик и булочник вас приветствуют». По старым фотографиям я вижу, что к тому времени я сильно пополнел. Однако я не стал добродушным, как Майлстоун. Напротив, врывался в бой, штурмовал и ветряные мельницы, и некоторых вполне реальных мельников, задевал Шпиков и Поля Валерий, обрушивался на сюрреализм и на русскую живопись прошлого века, дразнил гусей, писал чуть ли не ежедневно различные памфлеты, посылал боевые корреспонденции в известия, словом, вел себя скорее как молодой поэт, нежели как солидный 43-летний прозаик. «Мне казалось, что в 1933 году Европа коснулась дна и теперь выплывает на поверхность. За несколько дней до встречи Нового года газеты сообщили, что лейпцигским судьям пришлось оправдать Димитрова. Это было капитуляцией Гитлера перед общественным мнением. Я часто встречался с немецкими эмигрантами. Они говорили, что не сегодня-завтра фашистский режим рухнет. Так им хотелось, так хотелось и мне. И я считал, что 1934 год будет для Гитлера роковым. Изуверство, жестокость гитлеровцев рождали непримиримость, жажду мести. Помню, как в Клазыри де Лилля, глава первого революционного правительства Венгрии, граф Корольи, человек редкой доброты, говорил мне, «Знаете, о чем я мечтаю? Хорошее летнее утро. Я иду на веранду, пью кофе, а на каждом дереве вестит фашист». Я слушал и улыбался. Мне запомнился один из первых антифашистских митингов в Париже. Выступали профессор Ланжевен, Андрежит, Воянко-Тюрье, Малеро. Андрежит произнес проповедь, доказывал, что только коммунизм может победить зло. Пил часто воду, поблескивали в стеклашке очков. Рабочие, сидевшие в здале, никогда не читали его книг, но знали, что перед ними знаменитый писатель, и когда Жид сказал, «Я гляжу с надеждой на Москву», радостно загудели. Малеро говорил непонятно. Его лицо перекашивал нервный тик. Вдруг он остановился, поднял кулак и крикнул, «Если будет война, наше место в рядах Красной Армии!» Зал восторженно загремел. Все это может показаться удивительным. Вместе со временем менялись и люди, и менялись они по-разному. Когда человек умирает, мы лучше видим единство его пестрых, порой противоречивых годов. А пока он жив, сегодняшний день заслоняет вчерашний. В 1933 году Поль Элюар был непримиримым последователем сюрреализма. Вряд ли кто-нибудь тогда мог предвидеть, что его стихи будут повторять партизаны в маке. Ланжевен как-то с печальной улыбкой сказал, что Жигео Кюри не понимает всей опасности фашизма. Андре Мальро теперь министр в правительстве де Голля. А в течение восьми лет в Париже, в Испании я видел его неизменно рядом. Он был моим близким другом. Некоторые авторы воспоминаний стараются очернить своих былых друзей. Это мне не по душе. Я предупредил читателей, что, говоря о живых людях, буду связан и о многом промолчу. Все же я не могу рассказать о 30-х годах, не называя Мальро. В 1933 году вышел его роман «Условия человеческого существования». Я писал о нем. Путь в прошлое обогатил Мальро не одной коллекцией скульптуры. Он загромоздил его сознание той усложненностью, той обязательной глубиной, теми хитрейшими противоречиями, которыми изобилует всякая культура, пережившая свой полдень и обреченная на смерть. Я видел, однако, что Мальро идет к живой жизни и обрадовался, когда писатели весьма консервативные присудили ему Гонкоровскую премию. На жюри подействовала обстановка. Франция шла налево. Мальро познакомил меня со многими молодыми писателями, с Кассу, Авелином, Низаном, Доби. С одним из его последователей я подружился с Гийю. Год или два спустя вышла его книга «Черная кровь», один из лучших романов, написанных между двумя войнами. Он был учителем в бретонском городе Сен-Брие и не походил на парижских литераторов, простой, скромный, без обязательного желания пофилософствовать или усложнить. «Недавно я неожиданно встретил Гийю в Риме. Мы с нежностью вспомнили давние годы». Встречался я и с немецкими писателями, познакомился с Брехтом, добрым и лукавым. Он говорил о смерти, о постановках Мейерхольда, о милых пустяках. Бывший матрос-стурок заявлял меня, что не пройдет и года, как Гитлера бросят в шпрее. Он мне нравился своим оптимизмом, и я ему подарил трубку. Тойлер влюблялся, отчаивался, строил планы и театральных пьес, и освобождение Германии. Казалось, что у него в карманах колоды, и он все строит, строит карточные домики. Мне понравилась сразу Анна Зеггерс, взбалмошная, очень живая, близорукая, но все замечавшая, рассеянная, но великолепно помнившая каждое оброненное слово. Мы встречались, спорили, гадали, что будет дальше. Одни клялись, что вскоре фашизм рухнет в Германии, другие уверяли, что коричневая чума перекинется во Францию. Впрочем, цвета менялись, и чума во Франции была лазурной. Несколько раз я видел демонстрации французской солидарности. Молодые фашисты в голубых рубашках маршировали и подымали руку вверх, приветствуя своего фюрера. Замелькали воззвания боевых крестов, патриотической молодежи. В отличие от Германии, среди фашистов было мало рабочих. Я с усмешкой поглядывал на маменькиных сынков, которые клялись перебить всех коммунистов. Я собирался весной в Москву. Съезд советских писателей должен был собраться летом. Я волновался, как девушка перед первым балом. Вот соберутся все писатели, и начнется откровенный, серьезный разговор об искусстве. Это, наверное, будет большим событием. В 1933 году я прочитал поднятую целину, последние поэмы Багрицкого, охранную грамоту Пастернака, новые рассказы Бабеля, стихи Сильвинского и Заболоцкого. Мне казалось, что наша литература набирает высоту. В 1933 году многие французские писатели повернулись с надеждой к коммунистам. Вероятно, это было продиктовано ужасом и гневом, которые охватывали миллионы людей, когда они читали про сожженные фашистами книги, про казни, погромы. Под воззванием Ассоциации революционных писателей среди других стояли подписи Жеоно и Дриэля Рошелля. С Жеоно я познакомился в конце 20-х годов. Он был мечтательным, тихо улыбался, писал поэтичные романы о сельской жизни. В 1933 году вместе со многими другими он проклинал фашизм. Потом я с ним долго не встречался и удивился, прочитав его статью, где он писал, что нужно примириться с Гитлером. Потом он примирился и с режимом оккупации. Это меня уже не удивило. Дриэля Рошель был куда значительнее, талантливый, по-своему искренний, но с душевной червоточиной. Мы вместе выступали в Доме культуры, где собиралась антифашистская интеллигенция, дружески беседовали. Я вернулся в Париж после одной из поездок и в дверях кафе на бульваре Сен-Жермен увидал Дриэ. Он поспешно отвернулся. Мне дали его последнюю книгу. В ней были странные признания. Мы будем сражаться против всех. Это и есть фашизм. Свобода исчерпана. Человек должен погрузиться в свои темные глубины. Это говорю я, интеллигент и вечный свободолюбец. Он обольстился фашизмом. Когда гитлеровцы оккупировали Францию, сотрудничал с ними и застрелился в 1944 году, увидев, что его ставка бита. На наше собрание приходил одаренный эссеист, бретонец, сын рабочего Генно. У меня сохранилась подаренная им книга «Дневник сорокалетнего». Я ее сейчас раскрыл. К концу войны на Востоке показалось большое здарево. Его отсвет помогает нам жить. Мы не последовали его примеру. Битва не расширилась. Мы видим, как меркнут и тонут в болоте Запада искры того пожара. Но все равно эта битва, этот пример, вот почти вся наша надежда, вся наша радость. Теперь Генно академик. Недавно он приезжал в Москву, пришел ко мне. Во многом наши пути разошлись, но мы с нежностью вспоминали середину 30-х годов. В конце 1933 года французские фашисты приподняли голову. Париж гудел, как растревоженный пчельник. Люди спорили до хрепоты в кафе в вагонах метро на углах улиц. Раскалывали семьи. Чем-то это напоминало Москву лета 1917 года. Даже монпарнавские художники начали интересоваться политикой. Впервые в жизни я пристрастился к коробке радиоприемника. Федин в одной статье вспоминал о вечере, проведенном у меня на улице Котамтен, когда Мальроева расспрашивала о Советском Союзе и когда Константин Александрович поспорил с Леонгардом Франком. Спорили мы часто и в Куполе, и у меня дома. Порой я встречался с Андре Шансоном. Он был пылким южанином, милым и добродушным, но на словах казнил всех подозреваемых в фашизме, называл себя якобинцем. Теперь и он академик. Раз в пять или десять лет мы встречаемся и мирно вспоминаем прошлое. В бар Куполь приходили членов, Эльза Юрьевна, Арагон, Деснос, Рожева Ян, Рене Кривель, другие бывшие и настоящие сюрреалисты. У Рене Кривеля были глаза добрые и затравленные. Он мучительно переживал разрыв между коммунистами и сюрреалистами. Я пытался его успокоить, но безуспешно. Иногда меня приглашал к себе в поместье Фезандери, издатель еженедельников «Вью и Лю» Нистовый Вожель. Он был снобом не по программе, а по природе. Сам этого не замечал. Восхищался Советским Союзом, ездил в Москву с Игнатьевым, приглашал к себе коммунистов, но несколько растерялся, когда его дочь Мариклот вышла замуж за Вояна Кутерье. В Фезандери всегда шли несмолкавшие споры, сильнее всех кричал Вожель, мягкий в жизни и свирепый в отзывах. Незачем скрывать, что я радовался своему успеху. Вопреки мрачным предсказаниям, день второй печатался в Москве. Может быть, это влияло на мои оценки различных событий. В жизни я часто видел, как в суждении людей вмешиваются сугубо личные дела, успехи или неуспехи в работе, даже в состоянии здоровья. Так или иначе, я смотрел на будущее с доверием. В конце декабря я получил телеграмму из Москвы. «Вышла замуж Бориса Лапина. Фамилия, адрес прежние. Поздравляю Новым Годом, Ирина!» С Лапиным я познакомился за год до этого. Он мне понравился редким сочетанием любви к книгам с любовью к трудным и опасным приключениям. Понравилась мне и его книга. Телеграмма, однако, меня удивила. Никогда Ирина не писала о Лапине. Слова о фамилии и адресте мне показались забавными. Были в этом и характер Ирины, и характер эпохи. Мы выпили за счастье Ирины. Встреча Нового Года удалась не только потому, что польский повар накормил нас чудесным ужином. Почти все, а народу собралось много, были в хорошем настроении. И веселились мы до утра. Мне было почти 43 года. Не так уж это молодо, но, видимо, еще сделено. Я верил в близкий крах фашизма, в торжество справедливости, в расцвет искусства. Минувшие годы казались мне чересчур длинными канунами. И книгу статей, написанных в 1932-1933 годах, я заглавил «Затянувшаяся развязка». Ничего в свое оправдание не скажу. Я разделял иллюзии многих, и уж никак не мог себе представить, что состарюсь, а развязки не увижу. С Ильфом и Петровым я познакомился в Москве в 1932 году. Но подружился с ними год спустя, когда они приехали в Париж. В те времена заграничные поездки наших писателей изобиловали непредвиденными приключениями. До Италии Ильф и Петров добрались на советском военном корабле. Собирались на нем же вернуться. Но вместо этого поехали в Вену, надеясь получить там гонорар за перевод 12 стульев. С трудом они вырвали у переводчика немного денег и отправились в Париж. У меня была знакомая дама, по происхождению русская, работавшая в афемерной кинофирме. Женщина очень добрая. Я не убедил, что никто не может написать лучший сценарий кинокомедии, нежели Ильф и Петров. И они получили аванс. Разумеется, я их тотчас посвятил в историю угольщика и булочника, выигравших в лотерее. Они каждый день спрашивали, ну что нового в газетах о наших миллионерах? И когда дошло дело до сценария, Петров сказал, начало есть, бедный человек выигрывает 5 миллионов. Они сидели в гостинице и прилежно писали, а вечером приходили в куполь. Там мы придумывали различные комические ситуации. Кроме двух авторов сценария, в поисках гагов участвовали Савич, художник Альтман, польский архитектор Сеньор и я. Кинокомедия погорела. Как Ильф и Петров не старались, сценарий не свидетельствовал об отменном знании французской жизни. Но цель была достигнута. Они пожили в Париже. Да и я на этом выиграл. Узнал двух чудесных людей. В воспоминаниях сливаются два имени. Был Ильф Петров. А они не походили друг на друга. Илья Арнольдович застенчивый, молчаливый, шутил редко на зло. И, как многие писатели, смешившие миллионы людей, от Гоголя до Зощенко был печальным. В Париже он разыскал своего брата, художника, давно уехавшего из Одессы. Тот старался посвятить Ильфа странности современного искусства. Ильфу нравились душевный беспорядок, разор. А Петров любил уют. Он легко сходился с разными людьми. На собраниях выступал и за себя, и за Ильфа. Мог часами смешить людей и сам при этом смеялся. Это был на редкость добрый человек. Он хотел, чтобы людям лучше жилось, подмечал все, что может облегчить или украсить их жизнь. Он был, кажется, самым оптимистическим человеком из всех, кого я в жизни встретил. Ему очень хотелось, чтобы все было лучше, чем на самом деле. Он говорил об одном заведомом подлеце. Да может, это и не так. Мало ли что рассказывает. За полгода до того, как гитлеровцы напали на нас, Петрова послали в Германию. Вернувшись, он нас успокаивал. Немцам осточертела война. Нет, Ильф и Петров не были сиамскими близнецами. Но они писали вместе, вместе бродили по свету, жили душа в душу. Они как бы дополняли один другого. Едкая сатира Ильфа была хорошей приправой к юмору Петрова. Ильф, несмотря на то, что он предпочтительно молчал, как-то заслонял Петрова. И Евгения Петровича я узнал по-настоящему много позднее, во время войны. Я думаю о судьбе советских статириков Зощенко, Кольцова, Эрдмана. Ильфу и Петрову неизменно везло. Читатели их полюбили сразу после первого романа. Врагов у них было мало. Да и прорабатывали их редко. Они побывали за границей, изъездили Америку, написали о своей поездке веселую и вместе с тем умную книгу. Умели видеть. Об Америке они писали в 1936 году, и это тоже было удачей. Все, что мы именуем культом личности, мало благоприятствовало сатири. Оба умерли рано. Ильф заболел в Америке туберкулезом и скончался весной 1937 года, в возрасте 39 лет. Петрову было 38 лет, когда он погиб в прифронтовой полосе при авиационной катастрофе. Ильф не раз говорил еще до поездки в Америку. «Репертуар исчерпан» или «Ягода сходит». А прочитав его записные книжки, видишь, что как писатель он только-только выходил на дорогу. «Он умер в чине Чехонте. А он как-то сказал мне, хорошо бы написать один рассказ вроде «Крыжовника» или «Душечки». Он был не только сатириком, но и поэтом. В ранней молодости он писал стихи. Но не в этом дело. Его записи в дневнике перенасыщены подлинной поэзией, лаконичной и сдержанной. «Как теперь нам писать?» Сказал мне Ильф во время последнего пребывания в Париже. «Великие комбинаторы изъяты из обращения. В газетных филетонах можно показывать самодоров, бюрократов, воров, подлецов. Если есть фамилии и адрес, это уродливое явление. А напишешь рассказ, сразу заголдят, обобщаете. Нетипичное явление, клевета». Как-то в Париже Ильф и Петров обсуждали, о чем написать третий роман. Ильф вдруг помрачнел. «А стоит ли вообще писать роман?» «Женя, вы как всегда хотите доказать, что Всеволод Иванов ошибся и что в Сибири растут пальмы?» Все же Ильф оставил среди множества записей план фантастического романа. В Приволжском городе, неизвестно почему, решили построить киногород в древнегреческом роде, однако со всеми усовершенствованиями американской техники. Решили послать сразу две экспедиции, одну в Афины, другую в Голливуд, а потом, так сказать, сочетать опыт и воздвигнуть. Люди, поехавшие в Голливуд, получили страховую премию после гибели одного из членов экспедиции и спились. Они бродили по колено в воде Тихого океана, и великолепный закат освещал их лучезарно пьяные хари. Ловили их в Малакане по поручению представителя АМКИНО мистера Эйберсона. В Афинах командированным пришлось плохо. Драхмы быстро иссякли. Две экспедиции встречаются в Париже в публичном доме Сфинкс и в страхе возвращаются домой, боясь расплаты. Но о них все забыли, да и никто больше не собирается строить киногород. Романа они не написали. Ильф знал, что он умирает. Он записал в книжке «Такой грозный ледяной весенний вечер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно, как мне не повезло». Евгений Петрович писал после смерти Ильфа. На мой взгляд, его последние записки, они напечатаны сразу на машинке, густой через одну строчку. Выдающееся литературное произведение. Оно поэтично и грустно. Мне тоже кажется, что записные книжки Ильфа не только замечательный документ, но и прекрасная проза. Он сумел выразить ненависть к пошлости, ужас перед ней. Как я люблю разговоры служащих. Спокойный, торжественный разговор курьер, неторопливый обмен мыслями канцелярских сотрудников. А на третий был компот излишен. Мы молча сидели под астафьевскими колоннами и грелись на солнце. Тишина длилась часа два. Вдруг на дороге показалось отдыхающее с никелированным чайником в руках. Он ослепительно сверкал на солнце. Все необыкновенно оживились. Где вы его купили? Сколько он стоит? Зеленый с золотом карандаш назывался копиручет. Ух, как скучно! Открылся новый магазин. Колбаса для малокровных, паштеты для неврастенников. Крайне пуганных идиотов. Это были гордые дети маленьких ответственных работников. Бога нет. А сыр есть? Грустно спросил учитель. Он писал о среде, о котором я хорошо знал. Композиторы ничего не делали, только писали друг на друга доносы на нотной бумаге. В каждом журнале ругает Жарова. Раньше 10 лет хвалили, теперь 10 лет будут ругать. Ругать будут за то, за что раньше хвалили. Тяжело и мудно среди непуганных идиотов. Записные книжки Ильфа чем-то напоминают записные книжки Чехова. Но душечки или крыжовника Ильф так и не написал. Не успел. Может быть, по скромности не решился. Евгений Петрович тяжело переживал потерю. Он не только горевал о самом близком друге, он понимал, что автор, которого звали Ильф Петров, умер. Когда мы с ним встретились в 1940 году, после долгой разлуки, с необычной для него тоской он сказал, «Я должен все начинать сначала». Что он написал бы? Трудно гадать. У него был большой талант, был свой душевный облик. Он не успел бы себя показать. Началась война. Он выполнял неблагодарную работу. Во главе с Офинформбюро, которое занималось распространением информации за границей, стоял Лазовский. Положение наше было тяжелым, многие союзники нас отпевали. Нужно было рассказать американцам правду. Лазовский знал, что мало кто из наших писателей или журналистов понимает психологию американцев. Сможет ли они вписать без цитат и штампов? Так Петров стал военным корреспондентом большого газетного агентства «Нано», того самого, которое послало Хемингуэя в Испанию. Евгений Петрович мужественно и терпеливо выполнял эту работу. Он писал также для известий и «Красной звезды». Мы жили в гостинице «Москва». Была первая военная зима. 5 февраля погас свет. Остановились лифты. Как раз в ту ночь вернулся из-под Сухинича Евгений Петрович контуженный воздушной волной. Он скрыл от попутчиков свое состояние и два дополз по лестнице до десятого этажа. Я пришел к нему на второй день. Он с трудом говорил. Вызвали врача. А он лежа писал про бои. В июне 1942 года в очень скверное время мы сидели в той же гостинице в номере Уманского. Пришел адмирал Исаков. Петров начал просить помочь ему пробраться в осажденный Севастополь. Иван Степанович его отговаривал. Петров настаивал. Несколько дней спустя он пробрался в Севастополь. Там он попал под отчаянную бомбежку. Он возвращался на эсминце Ташкент и немецкая бомба попала в корабль. Было много жертв. Петров добрался до Новороссийска. Там он ехал в машине. Произошла авария и снова Евгений Петрович остался невредимым. Он начал писать очерк о Севастополе. Торопился в Москву. Самолет летел низко, как летали тогда в прифронтовой полосе. И ударился о верхушку холма. Смерть долго гонялась за Петровым. Наконец, его настигло. Скорее после этого был тяжело ранен Исаков. А потом, при авиационной катастрофе в Мексике, погиб Уманский. В литературной среде Ильф и Петров выделялись. Были они хорошими людьми, не заносились, не играли в классиков, не старались пробить себе дорогу всеми правдами и неправдами. Они брались за любую работу, даже самую черную. Много сил положили на газетные фильетоны. Это их красит. Им хотелось побороть равнодушие, грубость, чуванство. Хорошие люди лучше не скажешь. Хорошие писатели. В очень трудное время люди улыбались, читая их книги. Милый плут Остап Бендер веселил, да и продолжает веселить миллионы читателей. А я, не будучи избалован дружбой моих товарищей по ремеслу, добавлю обильфе Арнольдовиче и Евгении Петровиче. Хорошие были друзья. Как-то в 1931 или в 1932 году я обедал с Мерлем в марсельском ресторане. За соседним столиком сидел красивый брюнет, похожий на аргентинского танцора. Он ухаживал за дамой. Когда бродячая продавщица цветов протянула даме розу, он швырнул кредитку и чересчур громко сказал «Сдачи не нужно». Мерлен наклонился ко мне. «Это Александр, один из самых талантливых жуликов Парижа. Кстати, он ваш соотечественник». Я не стал расспрашивать, мало ли в Париже талантливых жуликов всевозможного происхождения. А в январе 1934 года я увидел во всех газетах фотографии пышного брюнета. Александр Вставиский действительно родился в Киеве на Слободке. Журналисты называли его красавцем Сашей. Выяснилось, что красавец нахопал за короткий срок 650 миллионов франков. Газеты сообщали, что у него в прошлом три судимости, что он пользовался доверием дипломатов и состоял на службе у полиции, а чеки он раздавал небрежно, как розы, не только депутатам, но даже некоторым министрам. началась газетная перебранка. Правые заверяли, что Вставиский подкупал радикалов. Радикалы отвечали, что чеки перепадали и друзьям тордье. Неожиданно красавец Саша застрелился. Газеты расписывали трогательные подробности. Жулик походил на Вертера. Мелодрама длилась недолго. Оказалось, что Вставиского застрелил агент полиции Вуа. Полиция боялась, что припертый к стенке Саша начнет откровенничать, а в афере были замешаны слишком видные люди. Все происходившее напоминало приключения Остапа Бендера. Следствие, например, установило, что крупные взятки получил депутат Боннор. Не помню, к какой партии он принадлежал, но в предвыборном воззвании он писал «Моя программа довольно политических принципов, прежде всего честность». Финансовые скандалы были повседневным бытом Франции. Каждый год раскрывалась какая-нибудь грандиозная афера. Устрик, Тере, Багдад, Нго, Косанга. Ну, еще один. Я никак не думал, что прекрасный Саша откроет новую страницу истории. Правые газеты усиленно занялись моралью. Объяснялось это политическими расчетами. У власти стояло правительство левого картеля. Министр иностранных дел Поль Бонкур был сторонником сближения Советским Союзом. Что касается различных фашистских организаций, то они вдохновлялись примером Германии. Скандальная афера, в которой были замешаны депутаты и некоторые министры, помогала кампании против парламентаризма за здоровое государство с твердой властью. Разразился очередной министерский кризис. Он мало что изменил. Большинство в парламенте принадлежало радикалам и социалистам. Новый премьер Даладье, расхрабрившись, решил сместить префекта полиции всесильного Кьяпа, который покровительствовал фашистским организациям. Кьяп, несмотря на низкий рост, страдал манией величия. Он был корсиканцем, и ему, видимо, хотелось стать Наполеоном. Узнал, что он смещен, он сказал, что в случае надобности выйдет на улицу. Действительно, два дня спустя, 6 февраля, я увидел на нарядной площади Конкорд фашистский мятеж. Сторонники боевых крестов, французской солидарности, патриотической молодежи пытались прорваться через мост к зданию парламента, где заседали перепуганные депутаты. Марсельеза фашистов прервалась у Лилю Каньим. Полицейские, среди которых было много корсиканцев, вели себя непривычно, мягко. Многие из них были преданы своему начальнику и земляку Кьяпу. К тому же, перед ними были не рабочие в кепках, а хорошо одетые молодые люди. Фашисты жгли автобуса, прокидывали в Тюльерийском саду статуи Нимф, резали ноги лошадей республиканской гвардии лезвиями бритв. Иногда раздавались выстрелы, подоспели уголовники, начали громить магазины. К утру все устали и разошлись по домам. Радикалы любили называть себя якобинцами, однако эти якобинцы струсили, да ладье подал в отставку. Началась обычная парламентская суедня, и новый кабинет состряпал правый Думерк, включив в него различных добропорядочных французов, в том числе Петена и Лаваля. Все это казалось обычным, но изменились времена. Коммунисты призвали рабочих 9 февраля выступить против фашистов. Ночь была туманная. Я пошел к восточному вокзалу. Говорили, что там происходят стычки между рабочими и полицией. Рядом со мной шел пожилой рабочий. Он попросил меня прикурить. Сказал, вот безобразие. В это время из тумана вынырнула машина с полицейскими. Один соскочил и ударил рабочего дубинкой по голове. На узкой улице строили баррикаду, тащили бочки, национал. Я попробовал пройти дальше, начали стрелять. Ничего не было видно. Когда я добежал до угла, никого не было. Я увидел только кровь на тротуаре. Уже светало, когда я пробирался к отделению телеграфа в здании биржи, которое было открыто всю ночь. Хотел передать поскорее корреспонденцию происшедшим. Несколько раз меня останавливали, обыскивали. Это было в пятницу. Два последующих дня многое решили. Различным профсоюзам, тем, что шли за коммунистами и тем, во главе которых стояли социалисты, удалось прийти к соглашению. На 12 февраля была назначена всеобщая забастовка. Рабочие организации призвали всех собраться на площади Носьон. Газеты накануне писали, что забастовка неминуемо провалится. Однако на следующий день ни одна из них не вышла. Печатники забастовали. Жизнь замерла. Не шли автобусы, закрылись магазины, не работала почта, даже учителя примкнули к забастовке. Я пошел на площадь Носьон. Это была первая всенародная демонстрация в Париже. И она меня поразила сочетанием суровой уверенности с неизменным весельем парижской толпы. Сотни грузовиков с полицией, с гвардейцами стояли на соседних улицах. А на площади люди шутили, пели. Кто-то решил украсить статуи республики красным флажком. Статуя большая и на высоком цоколе. Сразу образовалась пирамида из человеческих тел. Демонстранты ласково приветствовали иностранцев, беженцев из Италии, Польши, Германии. Я вспомнил бесновавшихся фашистов на площади Конкорд. Два мира. 12 февраля стало для Франции большой датой. Казалось, ничего не произошло и на следующее утро Париж выглядел как прежде. Фашистская демонстрация 6 февраля свалила правительство, а теперь все министры оставались на своих постах. Но именно 12 февраля многое изменило. Не состав кабинета, Францию. Как-то сразу заглохли догадки, когда фашисты снова выступят и кого они прочат фюреры. Все поняли, что сила у народа. 12 февраля была первой черновой репетиции Народного фронта, который два года спустя потряс Францию. Весь день я бродил по улицам довольный, возбужденный, вечером написал статью и отнес на телеграф. А на следующий день пришла телеграмма от редакции. В Вене начались вооруженные столкновения рабочих с полицией. Я должен срочно запросить австрийскую визу и как можно скорее выехать. 12 февраля меня окрылило. Я видел повсюду победы. Вслед за Парижем Вена. Видимо приближается тот последний и решительный, о котором пели парижские рабочие в туманную ночь. Обидно, что человеку с советским паспортом нельзя стрелять. Остается выполнять работу военного корреспондента. Я понимал, что австрийцы въездной визу мне не дадут. и решил прибегнуть к хитрости. Сказал, что еду в Москву через Вену и прошу транзитную визу. А про себя думал, останусь в Вене столько, сколько будет нужно, да еще неизвестно, кто победит. Австрийцы, однако, тянули два дня с выдачей транзитной визы. Когда я приехал в Вену, падали большие хлопья снега, как будто стараясь прикрыть свежие раны. Чернели дыры домов, Хейнвера. Во Флорицдорфе пахло гарью. Из окон выглядывали клочья простынь, носовые платки, белые флажки капитуляции. Среди щебня я увидел неубранный труп женщины. Хейнверовцы останавливали прохожих, некоторых тщательно обыскивали. Все это походило на пресню в декабре 1905 года. Один журналист мне рассказал, что накануне, когда еще шли бои, судили рабочего Мелихрайтера. Он был тяжело ранен, и в здании суда его принесли на носилках. Три часа спустя его повесили. За первым смертным приговором последовали другие. Я попытался разыскать знакомых, расспрашивал. Все были запуганы, неохотно отвечали. Я узнал, что многим шутцбундовцам удалось добраться до чехословацкой границей. После поведы в Париже я увидел в Вене поражение. Я не знал, в какую эпоху мы вступаем, и разгром шутцбундовцев меня поразил. Я вспомнил, что когда в 1928 году я был в Вене, я получил приглашение осмотреть рабочие дома. Приглашение было на красивой бумаге, с гербом столицы и подписано бургомистром, социал-демократом. Меня сопровождал один из муниципальных советников, тоже социал-демократ. Я увидел прекрасные дома со скверами, со спортивными площадками, с просторными читальнями. Заметив мое восхищение, провожатый обрадовался. Он пригласил меня в кафе, где сидели рабочие, изучавшие десяток газет различного направления. Помню, там я поделился с любезным австрийцем моими сомнениями. Дома изумительные, но не кажется ли вам, что вы строите их на чужой земле? Мой собеседник начал мне объяснять, что социализм победит мирным путем, ведь на последних выборах в Вене 70% избирателей голосовали за социал-демократов. Теперь эти чудесные дома, названные именами Маркса, Энгельса, Гетта, Липкнигта, чернели, продырявленные снарядами. Я услышал выстрел. Хэмверовец упал. Это было последним слабым раскатом прошедшей грозы. На ринге кафе были заполнены элегантными посетителями. Расклеивали театральные афиши, бал савоя, девушка с темпераментом. Мы хотим мечтать. Я уехал в Братиславу и там нашел шуцбундовцев. Один из них сказал, что спас многие документы. Это был социал-демократ, рабочий. Он долго мне рассказывал о трагических событиях, показывал протоколы заседаний, предшествовавших февральским дням, донесения районных начальников. Он сказал, мне все равно, что вы коммунист. Я читал ваши книги. Напишите правду. Пусть все знают, что мы не вструсили. Конечно, оказались предатели, как Корбель, но таких было немного. Ужасно, что наши лидеры слишком долго колебались. Это хорошие люди, я с ними проработал 12 лет, но когда начался бой, они растерялись. Я внимательно прочитал документы, записал рассказы рядовых участников боев. Можно было бы сесть за работу, но мне сказали, что в Бурно находится один из руководителей Шуцбунда Юлиус Дейч. Я поехал в Бурно. Дейч хмурился, потом стал рассказывать. Он возмущался тем, что Дольфус и Фей спровоцировали восстание. Меня поразил разлад между политическим оппортунизмом его рассуждений и характером человека, жестким, скорее неуступчивым. Он вел себя лучше, чем думал. Его дальнейшая судьба также изобиловала противоречиями. Он был в Испании во время гражданской войны. Его произвели в генералы и социал-демократы, на него дулись, он слыл левым. Да и потом он часто ссорился со своими товарищами, его исключали из партии, снова принимали. «Я увидел человека, подавленного событиями. Его обиды мне многое объяснили». Бурно расположен поблизости от австрийской границы. Все время приходили люди, удравшие от расправы, рассказывали про виселицы, про казармы, куда загнали три тысячи рабочих. В газете я прочитал, что среди других марксистских организаций распущен союз владельцев маленьких садиков и кролиководов. Это было смешно, но я не улыбнулся. В Бурно я написал очерки для известий. Получилась небольшая книга, и в газете они печатались с продолжением. Мне хотелось не только описать события, но и постараться понять происшедшее. Рабочие Австрии были хорошо организованы. Может быть, потому что коммунисты были куда слабее, чем в Германии, австрийские социал-демократы выглядели иначе, чем их немецкие товарищи. Они, например, создали боевые дружины, шутцбунт, скрыли от властей винтовки, пулеметы. Почему же все решилось в 2-3 дня? В нашей печати социал-демократов тогда именовали социал-фашистами. Это было хлестко, но неубедительно. Конечно, среди немецких социал-демократов нашлись предатели, быстро приспособившиеся к режиму нацистов. Но социал-демократы не были фашистами. Это было ясно любому человеку, знакомому с жизнью Запада. Фашисты не боялись социал-демократов, но социал-демократы смертельно боялись фашистов. И если они не решились выступить против фашизма, то только потому, что не менее фашистов боялись коммунистов, пытались стать третьей силой, а на самом деле теряли всякую силу, вели рабочих от капитуляции к капитуляции. Венские события для меня были поучительными. Я увидел некоторых австрийских социал-демократов, людей вполне честных, лично смелых, но политически малодушных, сделавших против своей воли все, чтобы обеспечить победу канцлера Дольфуса и вождя хейнверовцев князя Штармберга. В начале февраля вице-канцлер Австрии Фей заявил в течение ближайшей недели мы очистим Австрию от марксистов. Что сделали в ответ руководители социал-демократов? Они уговаривали депутатов левого крыла христианской социальной партии присоединиться к протесту. А полиция тем временем арестовывала одного за другим районных руководителей Шутсбунда. Всеобщую забастовку откладывали со дня на день. Когда рабочие линдцы отказались сдать винтовки и вступили в бой, в линдц пришла телеграмма из Вены, где шла речь о здоровье тети Эммы. Это был условный язык. Вена предлагала снова отложить выступление. Только когда рабочие Флорисдорфа забастовали и вытащили припрятанное оружие, руководители Шутсбунда разослали телеграмму «Карл заболел», это означало, что всеобщая забастовка объявлена. Я писал в известиях «Социал-демократические лидеры правы, заверяя, что бой был принят ими против воли. Они хотели сохранить не оружие, но погоны, право в фашистском государстве именоваться социал-демократами, и в этом праве Дольфус им отказал. Тогда перед социал-демократами осталось на выбор либо пасть ниц, как сделали их германские собратья, либо защищаться. Я знаю, что многие социал-демократы проявили в февральские дни подлинное мужество. Они не боялись смерти, но победы они боялись. Редакцию газеты несколько смутили эти строки, но они были напечатаны. Венские события заставили меня задуматься не только над политической беспомощностью руководителей социал-демократов. Я спрашивал себя, как им удалось привить части рабочего класса благодушие, даже благонамеренность. Рабочие печатники Вены не забастовали. Трудно их заподозрить в несознательности. Они понимали, что канцлер Дольфус не сулит им счастье, но, сочувствуя шутцбундовцам, они набирали и печатали газеты, где их товарищи назывались насильниками, убийцами, наемными агентами. Печатники знали, что это неправда. Но, не веря в успех сопротивления, они боялись потерять заработок, а зарабатывали они неплохо. Отказались примкнуть к забастовке железнодорожники. Это дало возможность правительству перебрасывать военные отряды, подавить сопротивление в провинции. В вооруженной борьбе в первый день приняло участие около 20 тысяч рабочих, во второй и третий день сопротивлялись 7-8 тысяч. Это меня не удивило, так бывало в истории не раз. Поразительно другое, всеобщая забастовка сразу же провалилась, и сражавшиеся шутцбундовцы оказались без тыла. Я понял, что победа Гитлера не была одиноким изолированным событием. Рабочий класс был повсюду разъединен, измучен страхом перед безработицей, сбит с толку, ему надоели и посула, и газетная перебранка. Я спрашивал себя, что же будет дальше? Париж или Вена? Отпор или капитуляция? 1934 год, который я встретил с такими надеждами, становился годом разуверений. Замелькали фашистские мятежи, перевороты от Латвии до Испании. Осенью горняки Астурии попытались повернуть ход событий, но были разбиты. Я не могу сказать, что австрийская буржуазия радовалась в феврале 1934 года победе хаймверовцев. Конечно, она была довольна, что шутцбундовцы разбиты, в то же время она побаивалась фашизма. Ей наивно хотелось вернуть далекое прошлое, беззаботность, легкомыслие габсбургских лет, островные фильетоны, вышучивающие режим, министерские кризисы, опереточных военных на ринге. Век, однако, не церемонился. В феврале канцлер Дольфус разгромил рабочих и провозгласил новую конституцию, которая пахла солдатней Берлина и Ладаном Ватикана. Я видел Дольфуса в Вене. Он походил на Карлика. Его мог бы хорошо написать Веласкес. Он удовлетворенно улыбался. Вскоре он поехал в Италию, подписал договор с Муссолини, хотел спасти Австрию от Гитлера. А в июле ему убил сторонник фюрера. Когда два года спустя я снова оказался в Вене, победители февраля выглядели довольно плачевно. Князь Штаренберг занялся физкультурой, бывший вице-канцлер Фей служил в пароходной компании. Канцлером был осторожнейший Шушник. Он знал, что нельзя гневать ни Господа Бога, ни Гитлера. Когда в марте 1938 года гитлеровцы ворвались в Австрию, Шушник предложил австрийцам не оказывать сопротивления. Нацисты все же посадили его в концлагерь. Веселым венским бюргерам пришлось умирать за Великую Германию на Дону и на Волге. Такова была развязка трагедии, начавшейся в феврале 1934 года. Пробраться из Чехословакии в Париж оказалось нелегко. Когда я приехал в Прагу, еще белел снег, скверы успели зазеленеть. Незвал написал десяток стихотворений и в различных коварнях доказывал мне, что сюрреализм Бреттона мало чем отличается от социалистического реализма. Я познакомился с Чапоком. Некоторые левые критики нападали на него. Время грозное, а он пишет о собачках. Чапок внешне походил на посетителя лондонского клуба. Был вежливо сдержан, но я сразу почувствовал за этой маской горечь. Час спустя Чапок сказал, прежде говорили о старом человеке, что он горбится под тяжестью лет. Мы можем сказать под тяжестью веков. Надвигается эпоха воинствующей глупости. Майерова рассказывала мне смешные истории из жизни Гашика. Прошло всего 16 лет с конца войны, а времена Швейка уже казались идилитескими. Гофмейстер начал рисовать меня на память с трубкой и без трубки, с чемоданами без чемодана. Последнее, признаться, меня пугало. Я из суеверия не распаковывал чемодана, хотя друзья давно перестали спрашивать, когда я собираюсь в путь. Ко мне привыкли, а я не мог привыкнуть к своему положению. Как я не люблю Прагу, я мечтал из нее выбраться. Мои статьи появились в известиях до того, как я обратился к австрийцам с просьбой о транзитной визе. Мне отказали. Отказали и немцы. Самолет Прага-Париж приземлялся в Нюрнберге. Требовалась транзитная виза. Герцфельд перенес в Прагу издательство Малик. Увидев у него мои книги, изданные в Берлине, я удивился, почему их не сожгли. Оказалось, что нацисты продают за границу запрещенные книги, продают со скидкой. Костры им понадобились для демонстрации чистоты побуждений и непримиримости, а чешскими кронами они не гнушались. В издательстве бывало много народу. Часть немецких литераторов перекочевала в Прагу. Один из них рассказал мне, что в немецком посольстве работает ставленник фон Папена, который обожает литературу, собирает запретные книги, переплел в роскошный переплет Хулио Хуринита. Может быть, он расщедрится и выдаст мне транзитную визу. Я пошел вторично в немецкое посольство. Библиофил был высоким белобрысым с осанкой военного, но с близорукими и поэтому скорее добродушными глазами. Принял он меня любезно, хвалил мои книги, но визу дать отказался. Я не хочу инцидентов. Я не понял, о каких инцидентах он говорит и стал заверять, что, находясь на аэродроме Нюрнберга, не раскрою рта. Дипломат усмехнулся. Инцидент может произойти не по вашей вине. Вы, видимо, недостаточно осведомлены. Прочитайте статьи Ильи Эренбурга о Германии. Я хотел проехать через Венгрию и Югославию. Венгерское посольство запросило Будапешт. Я заплатил за длинную телеграмму. Ответ был коротким. Секретарь посольства позвонил мне в гостиницу. Вам придется выбрать другой маршрут. Меня пригласил к себе министр иностранных дел в Словакии Эдуард Бенеш. В очень большом кабинете я увидел маленького и чрезвычайно живого человека. Он сначала заговорил о литературе, потом, улыбаясь, сказал, «Я знаю, что Вы любите Словакию и критикуете наши отношения к словацкой культуре». Бенеш стал мне доказывать, что правительственная политика не так уж плоха. Я знал, что происходят переговоры между Москвой и Прагой, и что лучше всего промолчать, но не выдержал, начал спорить. Наконец, Бенеш сказал, «Может быть, я могу быть вам в чем-либо полезен?» Я поспешно ответил, «Да». Помогите мне покинуть вашу прекрасную страну. Мне нужно проехать в Париж». Я пропустил все сроки. Я рассказал о злоключениях с транзитными визами. Бенеш подвел меня к карте Европы, висевшей на стене. «Теперь мы на себе почувствовали, что мы окружены. Чехословакия в смертельной опасности». Подумав, Бенеш сказал, что попытается получить для меня румынскую транзитную визу. В случае успеха я смогу поехать через Румынию, Югославию, Италию. Я еще раз поглядел на карту и улыбнулся. «Нужно на запад, а поеду на восток». Привередничать, однако, не приходилось, и я поблагодарил Бенеша. Действительно, два дня спустя меня пригласили в румынское посольство. Все долго разглядывали меня, а еще дольше мой паспорт. Никогда прежде они не видели советского паспорта. Это было до установления дипломатических отношений. Путь оказался долгим. Мне пришлось заночевать в румынском городе Ораде. Я с любопытством глядел на ободранных, на лихих извозчиков, которые катали расфуфыренных дам, на босых крестьян, на изысканных полицейских. А журналисты с не меньшим любопытством разглядывали меня. Советский паспорт казался им первой ласточкой. Из Ораде на куцем неторопливом поезде я добрался до города Тимишуара. И там увидел две примечательные личности. Министра народного просвещения Ангелеску и фюрера местных немецких колонистов Фабрициуса. Министр говорил о великой Румынии, фюрер о великой Германии. При выезде из Румынии меня обыскали, отобрали вечное пиро как контрабанду, узнав, что я писатель, повздыхали и вернули. Югославский таможенник к моему удивлению попросил у меня автограф и сказал, что ему нравится моя книга «Тринадцать трубок». Оказалось, что он русский и попал в Югославию с остатками Врангельской армии, а теперь тоскует по родине. Поезд сопровождала вооруженная охрана. Одни уверяли, что поезда взрывают хорватские сепаратисты, устарши, другие говорили, что динамитчики действуют по указанию белградской полиции. В Триесте я разыскал одну знакомую жену врача. Она долго рассказывала о глупости и унизительности жизни под властью Дучи. Провожая меня, она спросила у начальника станции, когда должен отойти поезд и подняла по-фашистски руку, потом сказала, простите мне этот жест, приходится. Я приехал в Венецию. Перрон вокзала был услан малиновыми ковриками. По ним торжественно прошел австрийский канцлер Дольфус. На площади Святого Марка был парад чернорубашечников. Громкоговорители передавали речь Муссолини. Фашистская и пролетарская Италия вперед! Чернорубашечники радостно кричали и действительно шли вперед по площади блестевшей подлевесеннего дождя. В Милане меня пригласил к себе издатель, незадолго до этого выпустивший итальянский перевод Дня Второго. Книга была оснабжена предисловием, в котором говорилось, что роман изобилует ошибочными суждениями. Автор, например, прославляет коммунизм. Но итальянский читатель сумеет отличить зерно от красной шелухи. День Второй прославляет труд, а всем известно, что только фашистская Италия сумела обеспечить свободу и счастье трудящихся. Закрыв все двери, издатель начал объяснять полушепотом, что без предисловия нельзя было напечатать книгу. Пришла его дочь, студентка, и громко сказала, «Когда я вижу на стенах дучи, дучи, мне хочется кричать от стыда». Во Францию я вернулся с невеселыми впечатлениями. Фашисты или полуфашисты быстро превратили Европу в непроходимые джунгли. На границах повырубили деревья, вместо них поднялись заросли колючей проволоки, обыскивали путешественников, искали газеты и револьверы, валюту и бомбы. Хорватские фашисты нападали на своих сербских единомышленников. В Румынии Железная гвардия громила ловчонки и грозила мадьяром, а в Венгрии приверженцы хорти убивали крестьян и клялись, что завоюли Трансильванию. Итальянские чернорубашечники кричали об австрийском Тироле, о французской Савое. Фашистская чума пересекала границы без виз. «Описывая путешествия по европейским джунглям, я говорил, проезжим кажется, что в Европе война, кто с кем воюет, сказать трудно, по всей вероятности все и со всеми». Перед моими глазами вставали картины поражения. Флоридсдорф, белые тряпки, обугленные фасады, хаймверовцы. Однако то, что я увидел во Франции, меня снова приподняло. За время моего отсутствия родились сотни комитетов бдительности. Крестьяне приходили в города с охотничьими ружьями, спрашивали, где фашисты. Я пошел на один из бесчисленных митингов в рабочем районе Италии. У людей было такое настроение, что скажи им, вот фашисты, они пошли бы на танки с голыми руками. Профессор Ланжевен и Аллен организовали комитет бдительности, куда входили писатели, ученые, профессора. Были среди них люди, еще недавно отказывавшиеся от участия в политической жизни. Роже Мартен Дюгар, Денда, Леон Польфарк, много других. Жан Ришар Блок пришел веселый, возбужденный, говорил, что февральские дни преобразили Францию, дело идет к революции. В начале июня я отправился в Москву. Снова мне пришлось поразмыслить над маршрутом. Я выбрал морской путь, Лондон, Ленинград. Со мной поехал Мальро, у него было много планов. Межрапом хотел сделать фильм по его роману, и Мальро рассчитывал поговорить о постановке с Довженко. Потом он начал писать роман о борьбе за нефть и собирался съездить в Баку. Советский пароход шел по Киевскому каналу. Я жадно разглядывал берег. Вот фашистская Германия. На берегу стояли торговцы с большими сачками. Предлагали пассажирам шоколад, сигары, одеколон. Вдруг я увидел стоявшего на берегу рабочего. Он поднял кулак, салютовал советскому флагу. Трудно описать, как мне хотелось тогда верить, да и не мне одному. Я тоже поднял кулак, приветствовал не только смелого человека, но и ту революцию, которая не пришла ни через год, ни через десять лет. Увидеть истину, прежде чем ее видят другие, лестно, даже если за это ругают. А вот ошибаться куда легче со всеми. В Москве у меня квартиры не было. Люба поехала к матери в Ленинград, а я с помощью известий получил номер в гостинице Националь. Комната была маленькой, неприглядной, брали за нее дорого, но выбора не было. Как-то утром я заказал чай. Официант выслушал меня и вскоре вернулся без подноса. Чая я не получу, с сегодняшнего дня ресторан отпускает только на валюту. Я рассердился, но смолчал. Попросил принести кипяток и чайник для заварки. У меня были чай и сахар. Официант снова пришел с пустыми руками и кипятка не дали, говорят, советским не отпускаем. Я решил пойти к директору гостиниц. Лестница была заставлена цветами в горшках. Стояли выстроенные в шеренге коридорные в ярко-зеленых рубашках, горничные в шуршавших лифах с пышными наколками. По команде они кланялись, поворачивались налево, направо, улыбались, снова кланялись. Это напоминало репетицию фильма избыта старого купечества. Я проник в ресторан и увидел его преображенным. Там предполагали торговать салонками с резными петушками, скверными иконами суздальских богомазов и воснецовскими богатырями на ларчиках, на брошках, на блюдцах. Музыканты репетировали вниз по матушке по Волге. Директор объяснил, что я должен немедленно очистить номер. Через час из Ленинграда прибудет большая группа американских туристов. Я задержался, чтобы поглядеть на знатных путешественников. Это были очень богатые люди. Коридорные задыхались, волоча тяжелые чемоданы. Горничные, помню урок, кокетливо улыбались и туристы снисходительно кивали головой. Я заговорил с одним. Он оказался крупным биржевым маклером из Буэнос-Айреса. Он рассказал, что его отговаривали от поездки в Москву, но сейчас он окончательно успокоился. Гостиница как гостиница. Конечно, победнее, зато чувствуется русский дух. Я ведь бывал в Париже, там чудесный ресторан «Тройка». Я сердился, но не удивлялся. Незадолго до этого происшествия я был в Иванове. Зашел в ресторан. В зал загромождали пыльные пальмы. На столиках лежали грязные скатерти с засохшими следами вчерашних соусов и позавчерашних борщей. Я сел за столик, который выглядел чище. Официантка закричала «Вы что, не видите? Это для иностранцев». Оказалось, в местном текстильном институте учатся два молодых турка. К ним относились с почтением и обед им подавали на чистой скатерти. Я пошел в редакцию, попросил пишущую машинку и написал статью, которая заглавил откровенный разговор. Я писал все, что увидел в гостинице «Националь» и сказал, что глупо выдавать советскую страну за старый русский трактюр с вышпленной челядью и бутафорским надрывом. Будь я вашим гидом, граждане интуристы, я показал бы вам не прошлое, а настоящее моей страны. Я не кривил бы душой, не скрыл бы от вас многих злых сказок. Я не говорил бы вам «Посмотрите направо, там старая церквушка, только потому, что налево стоит очередь. В нашей стране еще вдоволь нужды, косности, невежества. Мы ведь только начинаем жить. Вы с твоими глазами видели скверную сказку одной гостиницы, по ней вы можете понять, как трудно нам освободиться от жестокого наследства, которое оставило нам прошлое, кроме сказки о коридорных зеленых рубашках, я мог бы вам рассказать немало дурных сказок. У нас много говорят об уважении к человеку, но уважать человека у нас далеко еще не все научились. Я рассказал бы вам о дурных сказках, теперь разрешите припомнить несколько прекрасных сказок. Я рассказывал о строителях Кузнецка, о крестьянах в доме отдыха, о литературном кружке на заводе шарика подшипник. Я знал капиталистический мир. Там жгли хлопок и книги, безработные валялись под мостами, фашисты устраивали погромы, словом, стыдиться нашей бедности перед сотней американских богачей было не только гнусно, но и глупо. Напомню дату, июнь 1934 года. Людям жилось тяжело, но по сравнению с двумя предшествующими годами чувствовалось облегчение. Культ личности уже сказывался в статьях, в стихах, в портретах, в чересчур пронзительном «Ура!», которое приподымало утихавшие аплодисменты. Это порой оскорбляло мой вкус, но никак не совесть. Разве мог я предвидеть, как развернуться события. Люди в то лето много спорили, мечтали о будущем. Скованности еще не было, и редактор «Известий» Бухарин напечатал мою статью. Я получил много писем. Читатели благодарили за то, что я напомнил о достоинстве советского человека. А надо мной нависала туча. Корреспонденты иностранных газет сообщили о моей статье. «Таймс» писала, что советский писатель раскрыл, как интурист обманывает иностранных туристов. Руководители интуриста утверждали, что несколько англичан и французов, собиравшихся посетить Советский Союз, после моей статьи отказались от поездки, что я нанес государству материальный ущерб. Бухарин меня защищал. Я не знал о различных телефонных звонках, был возле Архангельска на лесозаготовках. Подоспели другие события и про мою статью, к счастью, забыли. Если я рассказал об этом комическом не очень значительном эпизоде, то отнюдь не для того, чтобы рассмешить читателя. Вспомнив нелепый маскарад в Национале, я сам над многим задумался. Впервые я вспомнил о коридорных низко кланявшихся интуристам в 1947 году, когда один из тогдашних руководителей Союза писателей сказал мне, что задачей нашей литературы на долгие годы является борьба против низкопоклонства и раболепства. Я долго расспрашивал. Мне хотелось верить, что речь ведет об унизительном поведении некоторых людей, вроде описанного мной работника-интуриста, о преклонении московских модниц перед заграничным барахлом, о немногочисленных, но все еще существовавших людях, для которых мир денег, свободной конкуренции, авантюр оставался привлекательным. Нет, товарищ, со мной беседовавший, объяснил мне, что необходимо бороться против низкопоклонства перед учеными, писателями и художниками Запада. Я никак не мог понять, что значит Запад. Для меня страны Западной Европы и Америки не были выкрашены в один цвет. Жиле Кюри жил в другом мире, чем Бидо. Профессор Дернал не походил на Мак-Артура. Хемингуэй явно отличался от президента Трумэна. Запад? Но разве Маркс не родился в Трире? Разве Октябрьской революции не предшествовали июньские дни 1848-го, Парижская коммуна, борьба рабочих в различных странах Запада? Вскоре я увидел, к чему свелась борьба против низкопоклонства и раболевства. Руководители пищевой промышленности переименовали сыр Камамбер в закусочный, а ленинградское кафе Норд в север. Одна газета заверяла, что дворцы Версаля были подражанием дворцам, построенным Петром Великим. Большая советская энциклопедия напечатала статью «Авиация», в которой доказывалось, что западноевропейские ученые и конструкторы внесли чрезвычайно слабый вклад в дело развития воздухоплавания. Фраза в моей статье о том, что Эдуард Мане был большим мастером 19-го века, редактор зачеркнул, это Илья Григорьевич чистейшее низкопоклонство. В 1949 году, во время Первого Конгресса сторонников мира, собравшегося в Париже, французы потребовали, чтобы я устроил пресс-конференцию. Один журналист спросил меня, как я отношусь к статье, напечатанной в советской газете, где Мольер назван слабым драматургом, что особенно ясно, когда смотришь пьесы Островского. Журналист держал в руке русскую газету, но я не мог разглядеть какую. Я ответил, что не знаю, верен ли перевод. Я такой статьи не читал. Если она действительно была напечатана, то это показывает, что ее автор не очень сведущ в литературе, да и не блещет умом. Мы говорим, что уничтожили в нашей стране эксплуататоров, это правда, но мы никогда не утверждали, что уничтожили дураков. Журналист рассмеялись и стали более внимательно слушать ответы о холодной войне, о политике Трумэна, о задачах сторонников мира. А я был весь в поту, гадал, какую газету он процитировал. Когда пресс-конференция закончилась, журналист, поставивший каверзный вопрос, подошел, показал газету и облегченно вздохнул. Вечерка. С тех пор многое изменилось, но подлинное раболепство, низкопоклонство, не то, о котором писали критики в 1947 году, а то, что вдохновило в 1934 году инструктора-интуриста, еще не исчезло. Недалеко от дома, где я живу, в городе Истра стоит небольшой бюст Чехова. Антон Павлович работал в земской больнице Вознесенска, так называлось до 1929 года Истра. Памятник поставили в 1954 году. Несколько лет спустя он оброс репейником, крапивой, чертополохом. Напрасно я уговаривал местной власти расчистить место вокруг памятника, посадить цветы. Ко мне приехали две француженки, корреспондентки Юманите. Одна из них говорит по-русски. По дороге они остановились в Истре, начали фотографировать памятник Чехову. Работник райсовета удивился. Выходит, что во Франции Чехова знают? Француженка ответила, конечно, но я думала, что его знают и в Советском Союзе. Она показала на заросли крапивы. На следующий день я увидел вокруг памятника Анютины глазки. Комплекс неполноценности часто связан с комплексом превосходства, и человек, неуверенный в себе, сплошь до рядом, держится надменно. Наш народ не только первым пошел по трудному пути строительства нового общества. В некоторых областях науки он оказался впереди других. Конечно, у нас много непроезжих дорог, коммунальных квартир, дурной живописи, недостатка в том или ином предмете обихода. Стыдиться этого перед иностранцами не приходится. Стыдиться нужно перед собой, стыдиться и бороться за повышение жизненного уровня. Никого не принизит уважение к культуре других стран, в том числе и тех, где еще царят доживающие свой век порядки. Народы этих стран живы. Они не только давали в прошлом, они дают и поныне больших ученых, писателей, художников. Раболепствовать могут люди, еще не освободившиеся от психики раба, а чувство собственного достоинства не имеет ничего общего с чванством полураба, полузазнайки. Я писал, что готовился к съезду советских писателей как девушка к первому балу. Может быть, многие из моих наивных надежд и не осуществились, но съезд остался в моей памяти как большой дниковинный праздник. Стены колонного зала были украшены портретами великих предшественников Шекспира, Толстого, Мольера, Гоголя, Сервантеса, Гейна, Пушкина, Бальзака и других. Передо мной был Гейне, молодой, мечтательный и, разумеется, надсмешливый. Я машинально повторял, расписаны были кулисы пестро. Я так декламировал страстно и мантии блеск, и на шляпе перо, и чувство все было прекрасно. Начало я вспоминаю с улыбкой. Неожиданно оркестр стал исполнять оглушающие туши, как будто должны были последовать тосты. Съезд продолжался пятнадцать дней, и каждое утро мы спешили в колонный зал, а у входа толпились москвичи, желавшие посмотреть на писателей. Трем часам дня, когда объявляли обеденный перерыв, толпа была такой плотной, что мы с трудом пробивались. Тогда еще не было моды на автографы. Люди смотрели, узнавали некоторых, приветствовали. Гости каждый день менялись, и на съезде побывало двадцать пять тысяч москвичей. Приходили различные делегации Красной Армии и Пионеров базы Курносых, работниц Трехгорки, строителей метро, колхозников Узбекистана и московских учителей, актеров и бывших политкаторжан. Железнодорожники выстраивались под сигнальный свисток. Пионеры долив трубы, колхозницы приносили огромные корзины с фруктами, с овощами. Узбеки привезли горькому халат и тюбетейку, матросы, модель катера. Все это было патетично, наивно, трогательно и походило на необычайный карнавал. Привыкшие к трудным часам у рабочего стола, мы вдруг оказались на площади, засыпаемые розами, астрами, георгинами, настурциями, всеми цветами ранней московской осени. Я раскрыл книгу, уставшую теперь редкостью. Стенографический отчет съезда. Просмотрел список делегатов. Редкостью стали и участники первого съезда писателей. Из 700 осталось в живых может быть полсотни. Прошло 30 лет, да и годы были нелегкими. Я председательствовал на заседании, когда выступил участник парижской коммуны Гюстав Инар. Ему было 86 лет. Делегации, приходившие, чтобы приветствовать съезд, были героями ненаписанных романов. Помню высокую крепкую женщину, колхозницу из Московской области. Она говорила, у меня самой муж, я четвертый год председателем колхоза. Вы знаете, ведь председателя колхоза можно приравнять к директору фабрики, а муж рядовой колхозник. Но он терпение набрался, ему дают наряд, изволь его выполнить. Если не так делаешь, то я направление скажу. Не исправишься, трудодней и не дам. Если еще не исправишься, из колхоза выгоню. Покажу пример остальным мужчинам. Скажут, расправилась с мужем, и нам не легче будет. Рядом стоял мужчина невысокого роста и пугливо ежился. Все делегации предъявляли счет, текстильщицы хотели романа о ткачихах, железнодорожники говорили, что писатели пренебрегают проблемами транспорта, шахтеры просили изобретатели настаивали на героях-изобретателях. Люди не всегда представляют, что именно им нужно. Некоторые писатели поспешили погасить задолженность, появились сотни производственных романов, а читатели тем временем росли. 30 лет не прошли бесследно. Библиотекари говорят, что железнодорожники зачитываются рассказами Чехова, горняки любят Петра Алексея Толстого, ткачихи плачут наданной Карениной, изобретателям нравятся романы, где нет никаких изобретений, от Тихого Дона до Старика и Моря. Старый Ашук Сулейман Стальский вместо речи решил продекламировать, вернее, спеть стихи о съезде. «Приветный знак Ашу-Гудан, и вот я, Стальский Сулейман, на славный съезд певцов пришел». Горький вытер платком глаза. Я не раз видел в глазах Алексея Максимовича слезы умиления. Андерсон Некса, когда его обступили пионеры, тоже прослезился. Пастернак сидел в президиуме и все время восхищенно улыбался. Когда пришла делегация метростроевцев, он скачил, хотел взять у одной из девушек тяжелый инструмент, она рассмеялась, рассмеялся и зал. А Пастернак, выступая, начал объяснять, и когда я в безотчетном побуждении хотел снять с плеча работницы метростроя тяжелый забойный инструмент, название которого я не знаю, мог ли знать товарищ из президиума, высмеивший мою интеллигентскую чувствительность, что в этот миг она в каком-то мгновенном смысле была сестрой мне, и я хотел помочь ей как близкому и давно знакомому человеку. Перепомнили зал напоминал театр, встречали овации любимых писателей, восхищались удачными речами. Олеша потряс поэтической исповедью, Вишневский и Боземенский страстными митинговыми речами, кольцов и бабель сумели рассмешить. Кажется, все говорили искренне, хотя иногда содержание речей и не совпадало с душевным состоянием того или иного писателя. Олеша рассказал, как он воскрес, освободившись от недавних сомнений. Ко мне вдруг неизвестно, почему вернулась молодость. Я вижу молодую кожу рук, на мне майка, я стал молод, мне шестнадцать лет, ничего не надо, все сомнения, все страдания прошли, я стал молод, вся жизнь впереди. Может быть, в тот же самый день, может быть, на завтра или через неделю, я с ним обедал, и он печально говорил, я больше не могу писать, если я напишу «Была плохая погода», мне скажут, что погода была хорошей для хлопка. Олеша был очень талантлив, книга «Зависть», написанная в 1927 году, выдержала испытание временем, да и отрывистые записи последних лет показывают большую писательскую силу. Но молодость к нему не вернулась. Это было иллюзией, сном на празднике. Горький внимательно слушал речи. Ему хотелось, чтобы съезд принял деловые решения. Алексей Максимович предлагал многое. Историю фабрики заводов, книгу «День мира», историю гражданской войны, историю различных городов, литературные школы, коллективную работу, журнал, посвященный профессиональному обучению начинающих авторов. Некоторые из его проектов потом были осуществлены. Но съезд не был, да и не мог быть, деловым. Он превратился в крупную политическую демонстрацию. Из Германии доходил дым костров, на которых фашисты жгли книги. Все помнили недавние события. Фашистский путь в Париже, разгром Шутцбунда, присутствие революционных зарубежных писателей, расширяло стены колонного зала. Мы смутно ощущали приближение войны. Горький пригласил на свою дачу иностранных гостей и некоторых советских писателей. Помню страшный рассказ китайской писательницы. Она сказала, что молодой писатель Ли Вэйсен был живым закопан в землю. Японский гость рассказал на съезде, как полиция истязала и убила писателя Кобаяси. Мы восторженно встретили Брэделя. Он просидел больше года в фашистском концлагере. Он говорил о судьбе Людвига Ренна Осетского. Можно ли было спокойно это слушать? Для того, чтобы воссоздать настроение тех дней, скажу, что такой далекий от политики человек, как Пастернак, в своей речи, вспомнив приветствие представителя Красной Армии, говорившего о защите Родины, сказал, «Вы открывали переливы вашего собственного голоса» в словах курсанта Ильичева. Я говорил, что историю нельзя переписать заново. В одной из резолюций съезд приветствовал присутствовавших Андерсона Некса, Мальро, Жан-Ришара Блока, Якуба Кадри, Брэделя, Плевье, Хулан-Чи, Арагона, Бехера, Амабель-Эллис, и слал привет и отсутствовавшим Роману Ролану, Жиду, Барбюсу, Дарнарду Шоу, Драйзеру, Эптону Синклеру, Генриху Манну, Лусиню, сохраняя порядок резолюции. Некоторые из перечисленных писателей при разных обстоятельствах, в разное время, да и по-разному отошли от идей, которые разделяли в 1934 году. Но я сейчас говорю не об их дальнейшей судьбе, а о съезде. Андерсон Нексе просил советских писателей быть шире. Вы должны дать массам идеала не только для борьбы и для труда, но и для часов тишины, когда человек остается наедине с самим собой. Художник должен давать приют всем, даже прокаженным. Он должен обладать материнским сердцем, чтобы выступить в защиту слабых и неудачливых, в защиту всех, кто все равно по каким причинам не может поспеть за нами. В докладе Радек упомянул о некоторых колебаниях Жан Ришара Блока. В своей речи Блок говорил о необходимости широкого антифашистского фронта. Товарищи Радек, если вы будете упорствовать в осуждении, если вы будете проявлять недоверие, то я лично должен вас предупредить, что это только толкнет широкие массы Запада в сторону фашизма. Рагун, молодой и вдохновенный, откинув голову назад, говорил о наследстве Рэмбо и Золя, Сезанна и Курбе. Малеро выступил дважды. Первый раз он говорил о роли литературы. Америка нам показала, что, выражая мощную цивилизацию, люди еще не создают мощной литературы, и что фотография великой эпохи это еще не великая литература. Вы похожие друг на друга и все различные как зерна. Вы здесь кладете начало той культуры, которая даст новых Шекспиров. Только чтобы не задохлись Шекспиры под грузом самых наипрекрасных фотографий. Второй раз он попросил слово, чтобы напомнить о своей политической позиции. Если бы я думал, что политика стоит ниже литературы, я не провел бы кампании во Франции вместе с Андре Жидом в защиту товарища Димитрова. Не ездил бы в Берлин по поручению комитета защиты Димитрова и, наконец, не был бы здесь. Мальро страдал нервным тиком. Радок решил, что Мальро морщится от дискуссии. У него часто скривлялось лицо, когда он считал, что вопрос поставлен чересчур резко. Он поспешил успокоить Мальро, но вылечить его от тика конечно не смог. Выступали мои старые друзья Толлер, Незвал, Новомесский. Рафаэль Альберти держался очень скромно и даже не попал в список знатных гостей. О чем же мы говорили в течение пятнадцати дней? Пушкиных и Гоголей среди нас как будто не было, но многие были уже не зернами, а деревьями или кустарником. Алексей Толстой не походил на Серафимовича, Бабель на Панферова, Демьян Бедный на Осеева, и политические декларации неизменно перемежались с литературными спорами. Громче других шумели поэты, которых взволновал доклад Бухарина. Когда впервые было произнесено имя Маяковского, зал восторженно зааплодировал. Однако и здесь не было единогласия. В заключительном слове Горький, назвав Маяковского влиятельным и оригинальным поэтом, сказал, что ему свойственен гиперболизм, который плохо влияет на некоторых молодых поэтов. Спорили о праве лирики на существование, о том, устарели или нет, о гибке, о романтизме, о доходчивости, о многом другом. Настоящие писатели всегда стремились выразить не себя, а через себя мысли и чувства современников. Работа писателя протекает, однако, не в цеху, не на сцене, а в комнате с закрытыми дверями. Можно научить начинающего автора преодолеть литературную неграмотность, безвкусицу, научить его читать, но научить его стать новым Горьким, Блоком или Маяковским невозможно. Даже большой мастер не может обучить другого мастера. Различные ключи подходит к различным замкам. Стендаль попробовал прислушаться к советам Бальзака и чуть было не погубил Пармскую обитель, но вовремя спохватился и отказался переделать роман. Тургенев, стараясь исправить некоторое стихотворение Тютчева, страдавшее по его мнению ошибками, нещадно их исковеркал. Писатели порой не очень часто говорят друг с другом о литературных проблемах. Эти беседы или споры помогают осмыслить многое. Но можно ли спорить о мастерстве в огромном зале среди туши и оваций? Не думаю. Да и назначение съезда было другим. Читатели увидели, что мы с ними, что есть у нас общая цель. Мы, в свою очередь, поняли, как заинтересованы в нашей работе миллионы людей. Это заставило нас еще серьезнее призадуматься над ответственностью писателя. Съезд собрался накануне чрезвычайно трудного десятилетия. Мы видели звериный оскал фашизма. Как бы ни были велики наши художественные раздоры, порой связанная с ними неприязнь, мы показали тем, кто хотел это понять, что боевая выручка для нас не абстрактное понятие. Это дал съезд и большего, я думаю, он дать не мог. Все же по наивности или по свойствам характера я, как и некоторые другие, ввязался в литературный спор. Я, например, осмелился усомниться в полезности коллективных работ писателей. Алексей Максимович, отвечая мне, сказал, что я так говорю по недоразумению, по незнакомству с их техническим смыслом. Горький потом сказал мне, вы против коллективной работы, потому что думаете о писателях грамотных. Наверное, мало читаете, что теперь печатают. Разве я предлагаю Бабелю писать вместе с Панферовым? Бабель писать умеет, у него свои темы. Да я могу назвать и других, Днянова, Леонова, Федина, а молодые, они не только не умеют писать, не знают, как подступиться. Признаюсь, Алексей Максимович меня не убедил. Я думал прежде всего о нем самом. Он научился писать, нашел свои темы, никто ему ничего не разжевывал. Да и в 1934 году я видел писателей, прошедших трудную школу жизни и нашедших свой путь. В книгах наших великих предшественников они находили те уроки, которых напрасно было ждать от бригадиров литературных бригад или от профессоров проектировавшегося литературного института. Обидно мне другое, что с Горьким я познакомился слишком поздно. Дважды я с ним беседовал, часто на него глядел во время съезда. Меня поражала в нем прирожденная талантливость, она чувствовалась в любом его жести. Выступая с докладом, он вдруг закашлялся, приступ был долгим и зал замер. Все знали, что Алексей Максимович болен, его раздражал резкий свет прожекторов. Когда мы ужинали у него на даче, он вдруг встал и с виноватой усмешкой сказал, что просит его простить, устал, должен лечь. Бабель, хорошо знавший Алексея Максимовича, говорил мне, ему плохо, после смерти Максима он сдал, не тот горький. Наверное, он был прав, а того горького мне увидеть не удалось. Я выступил с длинной речью. Приведу из нее несколько отрывков. Можно ли упрекать писателя за его необщую доступность? Романсы под гармошку даются куда легче, нежели Бетховен. Каждый истинный художник стремится к простоте, но простота простоте рознь. Простота Моцарта и Сальери не простота крыловских басен. Есть простота, которая требует для своего понимания подготовки. Мы вправе гордиться, что некоторые из наших романов уже доступны миллионам. В этом мы далеко обогнали капиталистическое общество, но одновременно мы должны лелеять, беречь те формы нашей литературы, которые сегодня еще кажутся уделом интеллигенции и верхушки рабочего класса, но которые завтра в свою очередь станут достоянием миллионов. Простота не примитивизм. Это синтез, а не лепит. Мне приходится напомнить об этом только потому, что провинциализм еще частично присущ нашей литературе. Нашей стране теперь принадлежит гегемония, а часто в наших книжках чувствуется спесь и одновременно приниженность захолустья. Великие писатели прошлого века оставили нам опыт. На изучение этого опыта у нас подменяется имитацией. Так начинается эпигонство, так появляются романы или рассказы, слепо подражающие манере старой натуралистической повести. Под видом необходимости борьбы с формализмом у нас часто проводится культ самой реакционной художественной формы. Рабочий справедливо протестует против в дома казармы. Но разве это значит, что можно вытащить лжеклассический портал, прибавить немного ампира, немного барокко, немного старого замоскворечия и выдать все это за архитектурный стиль нового великого класса? Кому придет в голову рассматривать истории живописи только как голую смену тематики? Голландские мастера 17 века писали яблоки. Сезан тоже писал яблоки, но они писали яблоки по-разному и все дело в том, как они писали яблоки. Вместо серьезного литературного разбора мы видим красную и черную доски, на которой заносятся авторы, причем воистину сказочную легкость, с которой их с одной доски переносят на другую. Нельзя, как у нас говорят, поднимать на щит писателя, чтобы тотчас сбрасывать его вниз. Это не физкультура. Нельзя допустить, чтобы литературный разбор произведений автора тотчас же влиял на его социальное положение. Вопрос о распределении благ не должен находиться в зависимости от литературной критики. Нельзя, наконец, рассматривать неудачи и срывы художника как преступления, а удачи как реабилитацию. Обычно, вспоминая прошлое, я удивляюсь, как я мог то-то написать, так-то поступить. С трудом себя узнаю на выцветших фотографиях. Речь на съезде писателей меня удивила другим. Мне показалось, что это цитата из моей недавней статьи. А с тех пор прошло 30 лет. Мир изменился до неузнаваемости. На съезде Отто Юлевич Шмидт рассказал мне о замечательных перспективах авиации. В ближайшие годы нашим летчикам удастся перелететь через Северный полюс. Я слушал его, как мага. Мог ли кто-нибудь тогда представить себе, что 27 лет спустя советский летчик спокойно уснет в космическом пространстве, кружась без конца вокруг нашей планеты? Я тогда был вихрастым, задористым. Высох, полетел, да и помягчил. И вот я повторяю в статьях в этой книге мысли, высказанные в 1934 году. Может быть, я выжил из ума, напоминая старика, который рассказывает как злободневную новость, что на Тверской возле дома генерал-губернатора Околоточный его незаслуженно обидел. Вряд ли. От такого старика люди убегают, а на меня порой и накидываются. К сожалению, я, видимо, не доживу до того дня, когда вопросы подняты, но и на съезде устареют. В 1934 году после дня второго мое имя стояло на красной доске. И никто меня не обижал. Время было вообще хорошее, и мы все думали, что в 1937 году, когда должен поусталу собраться второй съезд писателей, у нас будет рай. На съезде выступил Шмидт. Он рассказал с горькой иронией об одном из фильмов, посвященных эпопее челюскинцев. И вот слышен чей-то голос, подозрительно похожий на голос начальника экспедиции, хотя я этого совершенно не говорил. И вот этот начальник все время кричит «Вперед! быстрей! Еще быстрей! Вперед! Вперед!» Не такими методами мы руководили. Наше руководство, наша работа не нуждается в подстегивании, в нажимах, возгласах, не нуждается в противопоставлении вождя остальной массе. Это совершенно не наши методы. Мы дружно аплодировали умные речи. Отто Юльевич был хорошим ученым, оракулом он не был. Выбрали правление, одобрили устав. Горький объявил съезд закрытым. На следующий день у входа в колонный зал неистовствовали дворники с метлами. Праздник кончился. Еще до съезда писателей я поехал с Ириной на север. Мы побывали в Архангельске, Холмогорах, Усть-Пинеге, Котласе, Сольвычегодске, Сыктывкаре, Великом Устюге, Нюксенице, Тотьме, Вологде. Плыли на пароходах, носивших гордые имена Лютый, Марксист, Моссовик, Крепыш. Пароходы шли медленно. Люди рассказывали долгие истории, спорили, мечтали, пели, сквернословили. На остановках пассажиры покупали молоко, чернику, купались, заводили знакомства, женщины стирали белье. Берега были зелеными и загадочными. Казалось, пароход, удивленно вскрикивая, врезается в вековую дрему природы. Изредка показывалось человеческое жилье, кондовые двухэтажные избы. По реке медленно плыли огромные стволы, лес шел по тихой сухоне, по капризной вычигде, по широкой двине, вниз к морю. Ночи были светлыми, и порой от красоты захватывало дух. Я впервые увидел русский север. Он меня сразу покорил нежностью и суровостью, древним искусством и молодостью рослых молчаливых людей. Я побывал на запонях, где люди, стоя на плотах, баграми подбирали стволы сосен и елей. Запонь порой скрипела. Казалось, сейчас она поддастся и лес вырвется к морю. Но люди работали день и ночь. Стволы вязали, буксиры везли плоты в Архангельск. Там дерево грузили на суда, английские, норвежские, шведские. Это была валюта, на нее покупали оборудование заводов. Я подолгу разговаривал с рабочими, с юношами и девушками, недавно приехавшими из деревень. Не только лес растет неровно, но и люди. Я видел рабочих, которые на досуге сидели над учебниками математики, читали стихи, мучительно переживали трагедию немецких коммунистов. Видел равнодушных, ловкачей, мошенников. Конечно, я радовался, глядя на новые поселки вокруг Архангельска, на щетиную фабрику в Великом Устюге, на тракторы. Но больше всего меня поражал рост сознания. Человеческие взаимоотношения начинали усложняться, углубляться. Я встречал на лесозаготовках, на запонях, в порту, людей с широким кругозором, с богатой духовной жизнью, не вечно улыбающихся ударников с доски почета, а сложных внутренне взрослых людей. И как бы ни был жесток быт, как бы не возмущали меня уже появившиеся к тому времени равнодушные администраторы, занятые только цифрами, порой воображаемыми, я радовался, видел, как растет наше общество. Недавно, просматривая старые комплекты красной нови, я случайно напал на такие строки. «Эренбург видит мир в контрастах. Это свойство его глаза». Автор говорил как раз о моем восприятии севера в 1934 году. Я задумался, правда ли, что у меня особые глаза, с которыми нужно идти, если не к глазняку, то к психиатру. Я читаю старые записи, стараясь восстановить в памяти лета 1934 года, не так уж давно это было, все же не вчера. Да, я часто восхищался, часто и сердился, хмурился, веселел, однако разговаривая с другими людьми, я видел, что и они одно хвалят, другое ругают. Дело, пожалуй, не в моих глазах, а в эпохе, на контрасты она не скупилась. Москва тогда впервые узнала горячку строительства, она пахла и звездкой, и от этого было весело на душе. Я видел, как строили первую очередь метро, и радовался вместе со всеми москвичами. Выросли огромные заводы вокруг Симонова монастыря. Я не узнавал многих, хорошо мне знакомых, улиц, вместо кривых домишек, леса, щебень, пустыри, ночью над городом стоял оранжевый туман. Впервые захолустная Москва моего детства выглядела столицей. А рядом можно было увидеть, как сносили памятники старины. Китай-город, Сухареву башню, Красные ворота. Уничтожали зеленое кольцо Зубовского, Смоленского, Новинского бульваров с вековыми деревьями. Трудно объяснить, почему 17 лет спустя после революции происходило разрушение множества сокровищ и не стихийно, организованно. Помню разговор с гробарем. Он рассказывал, что многие архитекторы протестовали против сноса Красных ворот. Писали в докладной записке, что эта арка не мешает уличному движению. Все равно машинам придется объезжать площадь и там, где находятся Красные ворота, поставят милиционера. Доводы не подействовали. На севере я увидел, с каким иступлением люди разрушали то, что стоило сохранить. Еще можно было найти немало деревянных церквей 16-17 веков, в которых сказался творческий гений русского народа. В таких церквах хранили картошку, сено, и, простоявшие 300-400 лет, они сгорали одна за другой. Когда я был в Архангельске, там с величайшими усилиями взрывали прекрасное здание таможни Петровского времени. В стене нашли ларец, а в ларце деревянную Венеру, куклу поломали. Я видел, как по кирпичикам разбирали одну из старейших церквей Великого Устюга. Мне объяснили баню с троем. В другой церкви сушили белье, а под рубашками сидели христы. На севере была распространена деревянная раскрашенная скульптура барокко. Чаще всего мастера изображали Христа в темнице. В испанском городе Валья-Долит я видел скульптуру, очень похожую на Велико-Устюрскую. Мы привыкли видеть Христа в одиночку, а на складе я увидел целый стимпозиум Христов. У некоторых были отбиты руки, ноги, они сидели и о чем-то мрачно думали. Места, где я побывал тем летом, сыграли видную роль в развитии русского искусства. Великий Устюг, София в Вологде, шатровые деревянные церкви, строгановские иконы, старины, песни, заговоры, прибаутки, народное творчество, глиняные белочерные игрушки, вологодские кружева, резьба по кости, чернь на серебре. Здесь не было южной цветистости, все выглядело ясным, строгим. Вологодским кружевницам предложили вместо традиционных узоров, частянка, мезгиричек, речка, медведка, изображать тракторы. В Великом Устюге я познакомился со старым мастером, специалистом по черни Черковым. Он долго мне рассказывал, как сначала ему отвечали, что чернь никому не нужна. Потом пришли из горсовета «Раскрой твой секрет». Напрасно Черков объяснял, что никакого секрета нет. Дело не в производственной технике, а в мастерстве, фантазии. Организовали артиль и начали изготовлять безвкусные браслеты. Я рассказал Горькому о судьбе Черкова. Рассказал про резчика Покосе Гурьева, про вятскую крестьянку Мезрину, которой сказали, что у глиняных гусар нужно убрать погоны, про земляка Алексея Максимовича Мазина, расписывавшего скамьи, табуреты, стены. Горький огорчился, попросил меня все записать, вытирал глаза. Черкова вызвали в Москву, но артиль продолжала изготовлять те же браслеты. Потом Черков умер. 1934 был годом Геройки. Погибли отважные люди, поднявшиеся в стратосферу. Летчики спасли челюсткинцев. Никогда не забуду, как их встречала Москва. Солнце, прозрачные транспаранты, цветы и какое-то всеобщее умиление. Другого слова не подберу. Перед мужеством, перед братством. Один из челюсткинцев рассказал мне, что у них на льдине был томик Пушкина. Они читали стихи вслух, и это всех приподымало. Мог ли писатель слушать такие признания без глубокого волнения? В клубе Красный лес комсомолец декламировал стихи Тютчева. Я невольно вспомнил строку Фета «К зырянам Тютчев не придет». А было это в Сыктывкаре, столице Коми, которых прежде звали зырянами. К одним приходил трудный Тютчев, от других уходили обыкновенные человеческие чувства. Проводили партийную чистку. На собрании обсуждали работу Краснова. Фамилия, как и последующие, вымышленная. Его сослуживец Смирнов сказал, а между прочим, товарищ Краснов живет с женой Шелгунова. Шелгунов присутствовал на собрании, он курорт для страдающих нервными заболеваниями. Клуб поместили в церкви, и под потускневшей Богородицей висел плакат «Здоровое тело необходимо для выполнения второй пятилетки». Церковное кладбище разрыли, я видел человеческие останки. Заведующий с глазами идеально пустыми гладил свои свисающие щеки и равнодушно отвечал «Уберем!» до всего руки не доходят, а начнут гонять мяч и замечать не будут. Газетные критики еще одобрительно отзывались о новой опере Шестаковича Катерина Измайлова. На премьере «Дамы с камелиями» Мейерхольду устроили овацию. Мне показали поэму «Торжество земледелия» Заболоцкого. Стихи меня удивили, потом прельстили, я их долго повторял про себя. В Москве я провел несколько вечеров с Довженко. Он был как всегда взволнован, страстен, терзался над аэроградом. А ему ставили в пример фильм «Встречный», в котором сусальные ударники одерживали легкие победы. Выставки уже были заполнены огромными холстами, напоминавшими раскрашенные фотографии. Сталин на трибуне, Сталин на скамейке, заседание сельсовета, митинг в литейном цеху. Рядом с гостиницей националь построили дом в ложно-классическом духе. О нем говорили «Вот это наш советский стиль, никаких формалистических выкрутасов». В Масторге продавали вазоны, кошечек, сов, которых я видел в детстве на комодах купеческих домов. Из окон вырвалась модная песенка у самовара «Я и моя Маша». Маш было куда больше, чем самоваров. Но Маша у самовара нравилась и членам коллегий, и председателям горсоветов, и делопроизводителям. Вкусы дореволюционного мещанства казались им канонами красоты. Контраста в жизни было куда больше, чем в моих книгах. Не потому, что я хотел умолчать о гигантском бурьяне, о чертополохе, похожем на Баобаб, о крапиве невыполотой, а выхоленной. Я говорил и о сорняках. Они меня сердили, но не удивляли. А удивляло меня другое. Первые побеги нового сознания. Подростки, раскрывавшие книгу жизни и захваченные лихорадкой строительства не только фабрики или домов, но и своего сознания. Давно я уехал с севера, кругом были не зеленые леса, а серый Париж, поблескивавший под осенними дождями. А я все видел юноши и девушек, которые на далекой западе говорили о дружбе, о горестях любви, о борьбе за лес, за страну, за счастье. Полгода спустя я написал повесть, не переводя дыхание, действие которой разворачивалось на севере. Критики приняли мою повесть куда более благожелательно, чем предшествующие книги. А мне она кажется неудавшейся. Я вложил в нее многое из того, что не поместилось в дне втором, и, не замечая этого, повторял самого себя. Все же для меня повесть была полезной. В ней наброски героев, которым я впоследствии не раз возвращался. Ботаник Ляс, жизнерадостный, умный, ворчливый, первый черновик профессора Дюма из «Падения Парижа» и доктора Крылова из «Бури». Неудачливая актриса Лидия Николаевна, которая находит утешение в эфемерном успехе, стала потом Жанетой, Валей, непризнанный художник Кузьмин, жаждущий совместить современность со своим пониманием искусства, родной брат француза Андре и героя оттепели Собурова. Был еще один персонаж в повести, который выдавал мою тревогу. Он проходит по книге «Беглой тенью». Это немец Штрэм. Он приехал в Архангельск с подозрительными поручениями. Жизнь его мало привлекала. Он был поглощен мыслями о смерти. Выпив в архангельском ресторане с шведским капитаном, он бубнил. Это серьезная штука смерть. Собственно говоря, это единственная реальность. Зимой я познакомился в Берлине с одним журналистом. Он сейчас занимает высокий пост. Он позвал меня к себе. Жена, уют, такого-такого добряка не сыщешь. Вот он мне и рассказал, как он шестнадцать человек ухлопал. Раз, два. Это вовсе не садизм. Но подумайте, над своей жизнью мы не властны. А если ты распоряжаешься чужой жизнью расстрелять, как-то сразу растешь в своих глазах. Получается суррогат бессмертия. Монологи Штрэма не были анекдотом, болтовней, кабацким самохвальством. За ними стояла страшная жизнь огромной цивилизованной страны. Перечитав, не переводя дыхание, я вижу, что если говорить о сюжете повести, Штрэм попал в книгу случайно, без паспорта и без прописки. Его облик недорисован, его самоубийство ничем не оправдано, кроме желания автора поскорее убрать со сцены противного человека, а с ним и мир, который порождает таких людей. Почему немец Штрэм попал в Архангельск? Почему ночью в городском сквере бесстедовал с милой растерянной актрисой? Да только потому, что я не мог освободиться от мыслей о Штрэме. Книга писателя почти никогда не ограничивается рамками сюжета. В повести о жизни на Западе, о любви комсомольцев, о горе молодой женщины, потерявшей сразу и ребенка, и веру в мужа, проступало нечто другое. Мысли и переживания автора, берлинские костры, на которых жгли книги, парижская ночь фашистского мятежа, разваленные Флорисдорфа, тревога за будущее. Я еще не мог многое предвидеть, но уже понимал, что сосуществовать с фашизмом невозможно. Вот те контрасты, которые мне казались нестерпимыми. Жан Ришар Блок сказал на съезде, что догматической узостью легко оттолкнуть колеблющихся. Многие писатели Запада не понимали метода социалистического реализма, но методы фашизма были понятны всем. Он сулил книгам «Костры», авторам концлагеря. Во время съезда мы не раз говорили, что нужно попытаться создать антифашистский фронт писателей. Я поехал в Париж снова кружным путем. На советском пароходе доплыл до Пирея. Ехали со мной греческие писатели Глинус и Костас Варналис. Мы подружились. Варналис соединял в себе боевой задор с мягкостью, мечтательностью. В Солониках греческая полиция не разрешила Глинусу и Варналису сойти на берег. Их должны были обыскать в Пирее. Все в Греции говорили о надвигающемся фашизме. Повсюду можно было увидеть немцев, которые вели себя как инструктора. Они нас хотят сожрать, говорил Варналис. Год спустя его арестовали. Из Афин мы поехали в Брендизе и пересекли Италию. Снова я услышал вой чернорубашечников. Газеты сообщали, что наемники марокканцы усмиряют астурийских горняков. Я уже не мог относиться к Испании как к одной из стран Европы. Вспоминал ее гордых и добрых людей. В тостке спрашивал себя, неужели и таких поставят на колени. С ревом неслись продавцы газет по парижским улицам. В Марселе убили короля Югославии и французского министра иностранных дел Барту. Короля я не знал, да и не понимал, кто и почему его убил. А с Барту я как-то встретился на обеде иностранной прессы. Он удивил меня молодостью мыслей. Ему ведь было за семьдесят. С блеском говорил о Миробо, Д'Антоне, Сен-Жусти. Был он страстным библиофилом. Я не раз его видел на набережных Сены возле ларьков букинистов. Немецкие фашисты его ненавидели. Барту, хотя он был человеком правых убеждений, отстаивал необходимость сближения Советским Союзом, пакт безопасности, который смог бы остановить Гитлера. Убийство, Барту, все поняли как один из симптомов наступления фашизма. Помню большой митинг в зале Метеолите, посвященный съезду советских писателей. В президиуме сидели Ваян Кутерье, Андре Жит, Мальро, Виолис, рабочие коммунисты. В зале были люди, тоже давно сделавшие свой выбор. Они скандировали советы повсюду. Виолис, которая сидела рядом со мной, шепнула, советские писатели должны показать, что готовы в борьбе против фашизма сотрудничать со всеми. Был у меня разговор с Жанри Шаром Блоком. Он говорил, что пришел к коммунизму изверистым путем, что сейчас нужно объединиться вокруг самого насущного, борьбы против фашизма, иначе писатели-коммунисты окажутся изолированными. Я написал в Москву длинное письмо, рассказывал о настроениях западных писателей, об идее антифашистского объединения. Сейчас может показаться странным, почему я придавал такое значение писателям. Многое изменилось за четверть века, в том числе и роль литературы, ее место в жизни миллионов людей. На съезде советских писателей Шмидт, рассказав об успехах астрономии и физики, добавил, писатель счастливый человек, я ему глубоко завидую, ученому надо долго и кропотливо продумывать, тогда как у писателей, как говорят, бывает озарение. В тот самый год, когда мы встретились в колонном зале с нашими читателями, Фредерик и Ирэн Жилье Кюри открыли искусственную радиоактивность, начиналась эпоха ядерной физики. Я, как, наверное, большинство писателей, не имел об этом никакого представления. Четверть века спустя сотни миллионов людей то с надеждой, то с ужасом начали следить за работой ученых. Поэт Слуцкий написал шутливые строки «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне». Лирики читали и не улыбались. Между двумя мировыми войнами общественная роль ученых была ограничена. В представлении миллионов людей ученый был человеком, который сидит в своей лаборатории и смотрит не то с пренебрежением, не то с испугом на встревоженные улицы. Ученые мало что делали для того, чтобы рассеять эту легенду. Ланжевен был исключением. Воевали против фашизма статьи Горького, обращения Ромена Ролана, речи Барбюса. Писатели еще пользовались огромным авторитетом. Помню, как в рабочем предместе Парижа Вильжиев одной из улиц присвоили имя Горького. На церемонию пришли тысячи рабочих. Воян Кутюрье объявил, что предоставляет слово Андрожиду, рабочие, наверное никогда не считавшие книг Жида устроили ему такую овацию, что он растерялся. Я привел пример самого парадоксального преклонения перед званием писатель. Может быть, отчасти почтение к писателям в 1934 году было процентами на капитал заработанной литературой сто лет назад, когда жили Пушкин, Гюго, Бальзак, Гоголь, Стендаль, Гейна, Мицкевич, Диккенс, Лермонтов. С тех пор многое изменилось. После Хиросимы ученые поняли свою ответственность. Во главе движения сторонников мира стал Жилье Кюри. Международными совещаниями ученых, желающих предотвратить ядерную войну, люди интересуются куда больше, чем конгрессами пен-клубов. Не знаю, стали ли забывать писатели о своей роли учителей жизни, или ученики запросились в другие классы, но сейчас мне кажется преувеличением то значение, которое придавал я, да и не только я, ответственные политические деятели антифашистскому объединению писателей. Разгадка происходящей перемены, скорее всего, не в успехах науки, разумеется, бесспорных, и не в потускнении литературы, тоже очевидном, а в событиях, не имеющих прямого отношения к вопросу о праве поэзии на существовании, в угрозе атомной войны. Ни лирики, ни физики не решают вопросов мира и войны, но по характеру своей работы лирики могут только способствовать обогащению духовной жизни читателей, а физики способны и улучшить условия жизни, и усовершенствовать орудия смерти. Спираль одна из распространенных форм развития и живых организмов, и человеческого общества. Наверное, лирики будут в почете, когда люди смогут снова спокойно глядеть на небо, и на луну физиков, обследованную людьми, и на луну влюбленных, которым перестанет угрожать луна физиков. Это размышления о настоящем и будущем. А заговорил я о значении писателей в прошлом не для того, чтобы лишний раз вздохнуть. Мне хочется сделать понятным последующее. Я сидел на улице Кот-Антен и писал пятую или шестую главу повести «Не переводя дыхание», когда мне позвонил наш новый посол Потемкин и попросил зайти к нему. Дело срочное. Владимир Петрович сказал, что в связи с моим письмом о настроениях западных писателей меня просят приехать в Москву, со мной хочет поговорить Сталин. В Москву я приехал в ноябре. Погода была препаративная, валил мокрый снег, но настроение у меня было хорошее. Ирину я нашел веселой. Раньше она мне не говорила, что занялась литературой, написала книгу записки французской школьницы, а теперь как бы вскользь сказала, что вещь напечатана в альманахе, который редактировал Горький и скоро выйдет отдельным изданием. Я прочитал записки за ночь. Читал я, понятно, с особым интересом. Ирина описывала свои школьные годы, первые сердечные бури. Я узнавал ее подруг, мальчишек, которые иногда приходили к нам, и открывал многое мне неизвестное. Ирина была скрытной. В ожидании встречи со Сталиным я проводил вечера со старыми друзьями. Ко мне приходили и молодые писатели Лапин, Славин, Левин, Габрилович. Братья Васильевы показали мне Чапаева. Я часто бывал у Всеволода Эмильевича. Он не сдавался, рассказывал о постановке горе уму. Настроение у всех было хорошее. Говорили, что на предстоящей сессии советов будет обсуждаться проект новой Конституции. Ноябрь казался маем, и я на все глядел радужно. Как-то я отправился в известие, зашел к Бухарину. На нем лица не было. Он едва выговорил несчастье. Убили Кирова. Все были подавлены. Кирова любили. Горю примешивалась тревога. Кто, почему, что будет дальше. Я заметил, что большими испытаниями почти всегда предшествует неделя или месяца безмятежного счастья и в жизни отдельного человека, и в истории народов. Может быть, так кажется, потом, когда люди вспоминают о канунах беды. Конечно, никто из нас не догадывался, что начинается новая эпоха, но все примолкли, насторожились. Несколько дней спустя заведующий отделом культуры ЦК Стецкий сказал мне, что ввиду событий намеченная встреча в ближайшее время не может состояться. Меня не хотят зря задерживать. Алексей Иванович попросил меня продиктовать стенографистке мои соображения о возможности объединения писателей, готовых бороться против фашизма. В Париже я успел написать еще несколько глав повести. Я разговаривал с Мольро, с Вояном Кутерье, с Жидом, с Жан-Ришаром Блоком, с Муссинаком, с Гейно. После долгих споров группа французских писателей решила созвать весной или в самом начале лета Международный Конгресс. Писатели нерабочие, объединить их очень трудно. Андре Жид предлагал одно, Генрих Манн другое, Фехтвангер третье. Сюрреалисты кричали, что коммунисты стали бонзами и что надо сорвать Конгресс. Писатели близкие к троцкистам Шарль Пленье, Моделин Паз предупреждали, что выступят, разоблачат Советский Союз. Барбюс опасался, что Конгресс по своему политическому диапазону будет чересчур широким и не сможет принять никаких решений. Мартен Дюгар и английские писатели Форстер, Хаксли напротив считали, что Конгресс будет чересчур узким и что дадут выступить только коммунистам. Потребовалось много терпения, сдержанности, такта, чтобы примирить, казалось бы, непримиримые позиции. Впрочем, все трудности встали перед нами в начале 1935 года. А приехав из Москвы, я едва успел оглядеться, как пришла телеграмма от редакции «Саре, плебисцит, я должен туда выехать». Я оставил на столе недописанную главу повести и позвонил Мальро. Не смогу присутствовать на очередном заседании подготовительной группы. Ночью в вагоне я мечтал, или, как говорил когда-то Рыжий Ромко, строил рабочие гипотезы. Конгресс заставит колеблющихся выбрать путь борьбы. Уже не так силен фашизм, как кажется. Он держится на всеобщем оцепенении. Может быть, в Сааре немцы проголосуют против Гитлера. Вдруг я вспомнил тревожный вечер в редакции известий. Кто убил Кирова? В купе было натоплено. Я с трудом опустил окно. Ворвался дым. Желтый, густой, едкий. Я приехал в Саар Брюккен вечером. Сквозь туман мерцали плошки иллюминации. На главной улице в витрине большой колбасной красовалась свастикой сосисок. Прохожие смотрели, восхищенно улыбались. Хозяйка гостиницы, толстая, апоплексическая женщина, кричала в коридоре «Не забывайте, что я немка!» На улице громкоговорители передавали военные песни «Мы идем раз-два!» Я плохо спал. Ночью стреляли. Я приоткрыл дверь и коридорные, собиравшие для чистки выставленные ботинки, объяснил «Наверное, убрали еще одного предателя». Утром хозяйка мне сказала «Вы должны сейчас же очистить комнату. Я вам сдала ее по ошибке. Я немка, сударь!» Понимаете? Я все понял. Но может быть молодому читателю непонятно, что же тогда происходило в Сааре. Напомню, в 1919 году, составляя Версальский договор, союзники долго спорили о Саарском бассейне. Клемонсо хотел, чтобы Саарский уголь достался Франции. Вильсон возражал. Помирились на том, что 15 лет спустя в Сааре будет устроен плебисцит. Жители сами решат, присоединять ли их округ к Германии или нет. До прихода к власти Гитлера все было ясно. В Сааре живут немцы, следовательно, они выскажутся за присоединение. Фашистский террор заставил некоторых призадуматься. Перед избирателями был поставлен вопрос, хотят ли они присоединение к Германии или статус-кво, то есть сохранение автономного управления и экономического союза с Францией. Кроме незначительной партии автономистов, только коммунисты призывали голосовать за статус-кво. Приехав в Саар, я сразу понял, что огромное большинство выскажется за присоединение. Нацисты играли на патриотизме. Плакаты, песни, флаги вслед за хозяйкой гостиницы, где я провел первую ночь, повторяли «Мы, немцы, наше место в Германии». Свободное волеизъявление походило на трагический фарс. В теории всем была предоставлена свобода слова собрания печати. Английские солдаты должны были гарантировать порядок. На деле фашисты срывали собрание коммунистов. Ни в одном киоске я не смог купить газет, высказывавшихся против присоединения. Продавщицы испуганно отвечали. Они предупредили, что сожгут киоск. Людей убивали из-за угла. Даже мне прислали анонимное письмо со свастикой. Если я тотчас не уберусь из Саара, для меня найдется хорошая немецкая пуля. Подлинный хозяин саарского бассейна Герман Рехлинг сулил послушным премиальные, а слушникам голодную смерть. Безработных, не желавших записаться в германский фронт, тотчас лишали пособий. Теперь, читая в западной печати о том, что германский вопрос можно разрешить свободными выборами, я вспоминаю плебисцы царь. В деревне Пикард я увидел смешной эпизод несмешной кампании. Там были два быка, узаконенные в качестве производителей. Один считался лучшим, и бедный крестьянин в известной степени жил за счет своего быка. Этого крестьянина заподозрили в политической неблагонадежности, и бык был объявлен быком статус-кво. Никто не смел случать его с честной арийской коровой. Помог мне попасть и в деревню Пикард, и в другие закоулки Саара немецкий писатель Густав Реглер. Я с ним познакомился в Париже, потом мы встречались в Москве во время съезда писателей. Был он человеком нервным, впечатлительным. Саарские фашисты грозились, что его убьют. Он смело выступал повсюду, рассказывал про террор в Германии. Он повел меня в дома шахтеров, где я услышал правдивые рассказы о происходящем. Еще до плебисцита я написал для газеты очерки, и последний из них кончил словами «Битва может быть проиграна, война никогда». Битва была проиграна. Я уже знал, что до победы предстоит немало поражений и не пал духом. Вернувшись в Париж, я дописал повесть, пошел на собрание подготовительной группы, и тут снова пришлось уехать. В Женеве должна была собраться чрезвычайная сессия Совета Лиги Наций. Швейцарцы тянулись визой. Наконец, советник посольства показал мне телеграмму из Берна. Я переписал советскому гражданину Илье Оренбургу разрешается десятидневное пребывание в Швейцарии в качестве корреспондента газеты «Известия» на чрезвычайной сессии Совета Лиги Наций при условии, что названный Илья Оренбург будет воздерживаться от всего способного нарушить внутреннее спокойствие Швейцарии или омрачить ее добрые отношения с соседними государствами. Дипломат объяснил мне, что, находясь на швейцарской территории, я не должен говорить или писать что-либо направленное против Германии. Того требует швейцарский нейтралитет. Что же, нейтралитет, как, впрочем, и все на свете, можно понимать по-разному. Незадолго до моего приезда в Швейцарию агенты Гитлера похитили в Базеле немецкого эмигранта-антифашиста Якоба и увезли его в Германию. Швейцарские власти сделали вид, что ничего особенного не произошло. Я увидел Женеву, переполненную гитлеровцами. Никаких подписок с них не брали. У них были в Швейцарии свои газеты, и они преспокойно писали, что для удаления злокачественной опухоли коммунизма необходимо прибегнуть к хирургии и начинать с России. Теперь я привык к различным международным конференциям и знаю, что они чрезвычайно напоминают судилища, описанное в Рейна Келисе. Тогда же я был новичком и многому удивлялся. Лига наций была черновиком организации объединенных наций. Американцы в ней не участвовали и господами положения считались англичане и французы. Германия еще в 1933 вышла из Лиги наций, но перед Гитлером пасовали все. В датском Шлезвеге я видел, как датчане боятся немецких дивизий, а в Женеве представитель Дании долго доказывал, что политика Гитлера пример миролюбия. Этот адвокат фашизма к тому же был социал-демократом. Переговоры шли за кулисами в различных загородных ресторанах. Немцы обещали Испании торговый договор и Лерус вдруг почувствовал нежность к Третьему рейху. Португальцам и чилийцам сулили различные подачки. Тревогу, охватившую мир, хотели усыпить параграфами, сносками, комментариями. Выступил Литвинов. Говорил он спокойно и с виду походил на толстого добродушного семьянина. Он напомнил дипломатам, что аппетит приходит во время еды, и что нельзя полагаться на улыбки Гитлера. Вряд ли могут быть приняты во внимание какие-либо обещания воинственного гражданина щадить некоторые кварталы города и оставлять за собой и за своим оружием право на действия в остальных кварталах. В кафе Бавария, где собирались журналисты, корреспондент Фигаро кричал «Эмиль Бюре сошел с ума! Почему Франция должна бояться германской армии? Ведь и ребенку ясно, что Гитлер двинется на Украину!» В витрине немецкого бюро путешествий, находившегося недалеко от Баварии, висела большая карта Европы. На ней Эльзас и Лотарингия входили в границы Германии. Весна была холодной, ненастной, но газеты писали, что летом во Франции ожидается куда больше туристов, чем в предшествующие годы. Мир торжествует, Германия продолжала вооружаться, Лига нация рассматривала различные планы разоружения. Французы толковали о предстоящих каникулах. Я поехал в бельгийский город Эйпен, принадлежавший до 1918 года Германии. Снова мы тарились визой. В Бельгии тогда было коалиционное правительство, в него входили социалисты Вандервальда Спаак. Еще недавно Спаак считался красным. Я помню, как он потрясал кулаками на собрании шахтеров в Боринаже. Перегримировался он с быстротой, которой позавидовал бы любой актер Мейрхольда. Он стал крупной политической фигурой в послевоенной Европе. Я его видел в Брюсселе в 1950 году. Несмотря на тучность, он держался неистово. Он защищал идеи, как он говорил, умеренные, но защищал их неумеренно. Я таких людей побаиваюсь, они способны поджечь мир только потому, что считают себя хорошими пожарниками. Вандервальда был человеком прошлого столетия и не пробовал угнаться за Спааком. Ему тогда было 70 лет. Он написал статью о моей повести «День Второй». Не знаю, что на него подействовало, мой стиль или стиль Гитлера, но в статье были неожиданные признания. Так, несмотря на все, этот народ идет по грязи, по снегу, к звездам. Самая законная изо всех революций дала ему веру и надежду, чудодейственное обновление всей социальной жизни. Однако идеи министра Вандервальда никак не отражались на будничной политике. В Эйпене я увидал картину, похожую на Саар. Нацисты приезжали на трамвае из Дортмунда или Дюссельдорфа. Никаких виз от них не требовали. Вели они себя бесцеремонно. Выходила газета «Эйпенерцайтинг». Там писали, что немцы скоро освободят город. Я зашел в книжный магазин, принадлежавший Гирицу, местному фюреру. Он вежливо улыбнулся и предложил мне сочинение Розенберга. Когда я был в Эйпене, туда прибежал немецкий коммунист, которому удалось выбраться из концлагеря. Эйпенская полиция его арестовала, грозила выдать гитлеровцам. Его выслали четыре дня спустя во Францию. Я отвез его до границы. Он был в тяжелом душевном состоянии, не связанно отвечал на вопросы пограничников. Опять Париж. Писатели разговоры о Конгрессе. Мальро доволен, Денда обещал выступить. Уолда Фрэнк прислал из Америки длинное письмо, он приедет на Конгресс. Джойс пришлет приветствие. Парижане обсуждали, где лучше провести летние месяцы. На Нормандском побережье или в Савое. Все казалось обычным, но я не мог забыть о том, что делается по ту сторону Рейна. Я поехал в Альзас и увидел знакомую картину. Гитлеровцы, ухмыляясь, говорили о близком освобождении. Автономисты, вдохновленные Сааром, требовали плебисцита. Люди вздыхали, ежились, запасались посулами местных фашистов, спасти их в час освобождения. Вечером на глухой улице я встретил десяток парней. Они горланили «Вах там Рейн!» Я писал тогда. Последние месяцы я занят изнурительным занятием. Езжу по различным областям, находящимся в непосредственном соседстве с Германией. Можно долго глядеть на змею и остаться в своем уме. Если змея проглатывает кролика, это в конечном счете обед. Но нельзя долго глядеть на кролика. Остановившиеся глаза способны заразить безумием даже человека с воловьями нервами. Осенью 1961 года в Риме состоялась встреча круглого стола. Мы пытались убедить наших западных коллег, что нельзя вооружать вчерашних эсэсовцев. В один из вечеров итальянские друзья показали нам документальный фильм «Историю фашизма». Дуччо на балконе подымал руку и фиглярствовал, как дурной захолустный актер. Умирали люди в Абиссинии, рушились дома Мадрида, несли мертвых детей, по улицам Праги маршировали нацисты. Гитлер, узнав, что Франция капитулировала, хлопал себя по животу. Русские пленные умирали в концлагерях, еврейских девушек вели в газовые камеры. Потом была победа, и вот снова на экране буянит недобитые фашисты, снова умирает итальянский подросток, сказка все еще не досказана. Я глядел на экран и вдруг подумал, да ведь это история моей жизни. Сорок лет прошли под знаком зверств, войн, погромов, концлагерей. Пушкин когда-то писал, мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Наверное, и тогда это было только мечтой. Рылеева повесили, Кюхля изнывал ссылки. Да и сам Пушкин умер рано навязанной ему смертью. Но хоть помечтать он мог. Весной 1935 года я меньше всего думал о сладких звуках. Мы тратили дни и ночи на подготовку Конгресса. Жизнь казалась идиллической, но жить по-прежнему я не мог. Воздух стал другим, еще не было ни мобилизации, ни учебных тревог, ни пробных затемнений, а война уже была. Теперь я знаю, что война всегда приходит задолго до начала представления, приходит она со служебного входа и терпеливо ждет в темной передней. Часто в моей тесной квартире на улице Котантем собирались французские писатели, занятые подготовкой Конгресса. Андре Жит, Жан-Ришар Блок, Мальро, Муссинак, Низан, Рене Блэк. У меня был пес Бузу, ласковый и лукавый, помесь Спаниэля со скотч-терьером. На выставку его не взяли бы, но он был умницей. Самостоятельно ходил в мясную лавку, где продавали конину, и там исполнял цирковые пируэты. Бузу любил Андре Жида, любил небескорыстно. Андре Жит брал печенье и начинал длинную тираду, размахивая рукой. Бузу подпрыгивал и выхватывал лакомство. Андре Жит, не замечая происшедшего, брал другое печенье. Так повторялось раз что встречал Андре Жида, бывал у него на улице ванн, видел его на литературных собраниях, на рабочих митингах. Когда мы оставались вдвоем, он почти всегда говорил о себе. Казалось, я мог бы его хорошо узнать, но я его не узнал. Он оставался для меня человеком с другой планеты. Когда он увлекся политикой и объявил себя сторонником коммунизма, мне это показалось победой. Андре Жит был кумиром западной интеллигенции. Я радовался его участию в борьбе против фашизма, но даже в то время я добавлял, что до 60 лет Андре Жит не видел перед собой ничего другого, кроме отцвета в собственной страсти. В 1933 году я писал о его романе. Конечно, никого не может взволновать судьба героев романа «Фальшивомонетчики». Но существуют ли эти герои? Это роман о романе и о романисте, отнюдь не о людях. Это книга о книге. Жизни в пустыне не оказалось. Я не был одинок в моем восторге перед обращением Андре Жида. На московском съезде писателей Горький сказал «Ромэн Ролан, Андре Жит, имеет законнейшее право именовать себя инженерами душ». А Луи Арагон кончил свою речь словами «Мне остается передать вам приветствие от нашего большого друга Андре Жида». Год спустя на парижском антифашистском конгрессе никого так не приветствовали как Жида. В 1936 году Андре Жид приехал в Советский Союз. Всем безоговорочно восхищался, а вернувшись в Париж, все столь же безоговорочно осудил. Не знаю, что с ним произошло. Чужая душа потемки. В 1937 году, будучи в Испании, я прочитал его статью. Он обвинял республиканские власти в насилии. Я не выдержал и в сердцах назвал его стариком со злобой ренегата и с нечистой совестью. Теперь все это далеко позади. Я хочу попытаться спокойно задуматься над человеком, которого я встретил на своем жизненном пути. Конечно, я ошибался, и когда прославлял его приход к коммунизму, и когда называл его ренегатом, порхание мотылька я принимал за чертеж архитектора. Не раз в этой книге я признавался в различных заблуждениях, слишком часто считал свои желания действительностью. Может ли человек, прожив 60 лет в пустыне, интересуясь только собой, вдруг переродиться, стать человеколюбцем, защитником социальной справедливости. Андрежит не раз говорил мне, что для человека нет радости, когда вокруг него горе. Эти слова меня трогали. Он говорил искренне, и в нем было обаяние. Все же я могу поверить в глубину, в длительность политических страстей Андрежита только потому, что мне очень хотелось верить. Я не задумывался над его путем. В годы Первой мировой войны он восхитился, когда его друг стал воинствующим католиком. Ты меня опередил. Пятнадцать лет спустя он повсюду повторял, что религия злейший враг человека. Он походил на проповедника, у него были умные глаза, тонкие выразительные руки. Его окружали книги, рукописи. Он всегда носил в кармане маленький Том Гёте или Монтене. Говорил, что изучает Маркса. А основной его чертой было величайшее легкомыслие. Одни восторгались его смелостью, другие напротив упрекали его в чрезмерной осторожности. А мотылёк летит на огонь не потому, что он смел, и улетает от человека не потому, что осторожен. Он не герой и не шкурник. Он только мотылёк. Я не хочу, чтобы меня превратно поняли. Говоря о мотыльке, я отнюдь не пытаюсь преуменьшить талант или ум жида. Однажды в своём дневнике он записал «Я сомневаюсь, что бабочка после того, как она отложит яички, испытывает много удовольствия в жизни. Она порхает туда-сюда, подчиняясь ароматам, ветерку, своим желаниям». Жиду, когда он это писал, было 72 года. Он считал, что сделал своё. Может быть, случайно он заговорил в дневнике о бабочке, не знаю, но образ удачен. Он был грандиозной ночной бабочкой, с той редчайшей окраской, которая ослепляет и дотошного энтомолога, и мальчишку с очком. Жид рассказывал, что любил ловить ярких бабочек. «Сколько я не встречался с Андре Жидом, он всякий раз говорил о своём здоровье. Боится простудиться, теперь грипп, не может пообедать в этом бестро, печень, печень». В огромном мире Андре Жид, встречая множество людей, замечал только одного Андре Жида. Когда он умирал, в квартире на улице Ванн был его старый друг Роже Мартен-Дюгар, который оставил записки об Андре Жиде, написанные с любовью, в них я нашёл подтверждение моих куда более беглых наблюдений. Он живёт погружённый в самого себя, озабоченный своими мелкими горестями. Он ещё более сосредоточен на самом себе. О чём бы он ни писал, о Ницше или о Достоевском, о вымышленных героях или о близких друзьях, о гомосексуализме или о разгроме Франции, он видел себя, собой восхищался или ужасался. У него был превосходный язык, ясный, точный и в то же время своеобразный. Может быть, его успеху способствовал стиль, он ведь выступил, когда всем опостылили нарочитые туманности эпигонов символизма, другие подражали, арме, а жида прельстил монтэнь. Блистательный стилист, писатель большой эрудиции, все это бесспорно. И все же трудно себе представить, что между двумя мировыми войнами многие считали жидоучителем, совестью эпохи, чуть ли не пророком. Его всегда увлекали редкостные казусы. В конце двадцатых годов он начал редактировать серию книг, посвященных различным преступлением, смутно помня одну из книг этой коллекции рассказ о женщине, замурованной своими близкими. Всем известно, что на свете существуют люди, сексуальная жизнь которых является исключением. Андрэжит сделал из патологического казуса боевую программу, он пошел на разрыв со многими друзьями, на неприятности, на газетную шумиху. Незадолго до своей поездки в Советский Союз он пригласил меня к себе. Меня, наверное, примет Сталин. Я решил поставить перед ним вопрос об отношении к моим единомышленникам. Хотя я знал особенности жида, я не сразу понял, о чем он собирается говорить Сталину. Он объяснил, я хочу поставить вопрос о правовом положении педерастов. Я едва удержался от улыбки, стал его вежливо отговаривать, но он стоял на своем. Он был протестантом, даже пуританином, не только по формации, но и по характеру. И вот он стал фанатичным моралистом о моральности. Нет, не только стилем он привлекал читателей, но и беспощадностью духовного эксгибиционизма, самообнажения. Он очень поверхностно критиковал недостатки не только советского общества, которое увидел мимоходом в качестве знатного туриста, но и хорошо ему знакомой буржуазной среды. Зато преклоняясь перед собой, он себя не щадил. Летом 1936 года, будучи в Москве, он говорил студентам, «Так как здоровье мое слабое, и я не могу надеяться на долгую жизнь, я был согласен оставить эту землю, не узнав успеха. Я охотно рассматривал себя как писателя, к которому известность приходит только после смерти, как это было со Стендалем, Бодлером, Китцем или Рембо. «Молодежь новой России, теперь вы понимаете, почему я обращаюсь к вам, я ждал именно вас, для вас я писал новую книгу». Как странно это перечитывать, Андре Жит узнал долголетие, он умер 82 года, да он и не принадлежал к тем авторам, которых его читали и почитали при жизни. Шведская Королевская Академия присудила аморалисту Нобелевскую премию, а теперь и во Франции читатель редко возвращается к его книгам, он видел себя пирамидой, а былом, несмотря на талант, на мастерство, на художественную смелость, только однодневкой, бившейся в мутное стекло. Я говорил, что время все ставит на свое место, а я вспоминаю, как Андре Жид сидел у меня и говорил о коммунистическом братстве, пока Абузу поглощал печенье. И мне становится почему-то жалко Жида, он был очень одинок, его чтили, и никто, кажется, его не любил. Любил ли он кого-нибудь? После смерти были изданы некоторые страницы его дневника, которые при жизни он не хотел публиковать. Он писал, что любил свою жену. Женился он в молодости на кроткой богобоязненной девушке и, женясь, знал о своем извращении. Жена его жила отдельно в деревне, он писал ей письма о своей любви. Однажды ему понадобились для первой книги мемуаров письма к жене, и он узнал, что жена их сожгла. Он записал в дневнике «В течение целой недели я плакал с утра до ночи, я себя сравнивал садипом». Я не сомневаюсь в искренности этих слез. Он плакал не над предметом любви, но над своими признаниями. Это был человек, который, если припомнить стихи Брюсова, с беспечального детства искал сочетание слов. Пожалуй, никто не мог рассказать о нем злее, чем он сам. При жизни он опубликовал дневники первых военных лет. Есть там страшные страницы. 5 сентября 1940 года, вскоре после оккупации гитлеровцами Франции, он писал «Приспособиться к вчерашнему врагу не трусость, а мудрость. Тот, кто сопротивляется неизбежному, попадает в западню. Зачем биться о решетке клетки? Для того, чтобы меньше страдать от тузости тюремной камеры, лучше оставаться посредине». Три недели спустя он себя утешал. «Если завтра, чего я опасаюсь, нас лишат свободы мысли или по меньшей мере свободы выражения мысли, я постараюсь себя убедить, что искусство, мысль, потеряет от этого меньше, чем от чрезмерной свободы. Угнетение не может принизить лучших, что касается остальных, то это несущественно. Да здравствует подавленная мысль». Я убежден, что в 1930-1935 годы он искренне увлекался коммунизмом. Ему было холодно на свете, и его привлекла теплота рабочих митингов. Как бродяга он грелся у чужого костра. Помню его выступление на уличном митинге в предместе «Вильжиев». Он поднял кулак и застенчиво улыбнулся. Он никого не хотел обмануть, разве что самого себя. В 1934 году Роже Мартен-Дюгар после беседы с жидом записал «Какая неосторожность придавать столько значения присоединению человека, который по своей природе негоден для твердых убеждений, который всегда не там, где, казалось, он твердо осел накануне. Несмотря на искреннюю добрую волю, я сильно опасаюсь, что вскоре его новые друзья в нем разочаруются». Мартен-Дюгар хорошо знал жида, а я поверил. Говорю это спокойно, без горечи. Время хороший врач. А в 1935 году Андре Жид часто приходил ко мне. Мы вместе подготовляли антифашистский конгресс писателей. Было бы глупым малодушием, восстанавливая те годы, вырезать из них тень 66-летнего мотылька в крылатке, то с капиталом, то с томиком Эврипида в руке. На Московском съезде писателей я был рядовым участником. Парижский конгресс я подготовлял. Сознание своей ответственности для меня было новым, и я волновался как подросток. До последнего дня мы боялись, что все сорвется. Писатели с именем отговаривали. Конгресс затея коммунистов. Участники восстановят против себя не только критиков, издателей, редакторов, но и читателей. Мы готовили конгресс по-кустарному, почти без денег, без помещения. Не было ни секретаря, ни машинисток. Приходилось самим переписывать, звонить по телефону, уговаривать, мирить. Больше всех работали Жан-Ришар-Блок, Маль-Роги, Ю, Рене, Блэк, Мусинак. В своем выступлении на Конгрессе Кольцов напомнил, что первая международная встреча писателей состоялась тоже в Париже в 1878 году. Михаил Ефимович добавил, что теперь русские писатели могут разговаривать с их западными собратьями по-другому. За их спиной больше нет ни каторги, ни всеобщей неграмотности, ни салтыковских помпадуров. На писательской встрече, о которой упомянул Кольцов, присутствовали Гюго и Тургенев. Таких писателей на нашем Конгрессе не было, но, кажется, их не было в 1935 году на свете. А нам удалось собрать наиболее читаемых и почитаемых Генриха Манна, Андрежида, Алексея Толстого, Барбюса, Хаксли, Брехта, Малеро, Бабеля, Арагона, Андерсона Некса, Пастернака, Толлера, Анну Зегерс. Конгресс приветствовали Хемингуэй, Драйзер, Джойс. В президиум ассоциации, которую Конгресс создал, вошли Ромэн Ролан, Горький, Томас Манн, Дернард Шоу, Сельма Лагерлеф, Андрежит, Генрих Манн, Синклер Льюис, Вальеин Кланн, Барбюс. Конгресс был очень пестрым. Рядом с либеральным эссеистом Бенда сидел военка Тюрье. После скептического английского романиста Форстера выступал неистовый Рагон, испанский индивидуалист Эвхенио Дорс беседовал с Бехером, 70-летний немецкий критик Альфред Керр говорил о значении культурного наследства молоденькому Корничуку. Друг и единомышленник Кавки Макс Брод обсуждал проект резолюции с Щербаковым, а в буфете Галактион Тобидзе пил коньяк за здоровье растроганной Карин Михаэлес. Конгресс продолжался пять дней, и неизменно огромный зал метеоритэ был переполнен. Громкоговорители передавали речи в вестибюль, люди на улице стояли и слушали. Газетам, сначала решившим замолчать Конгресс, пришлось уделить ему немало места. Даже Гитлер не выдержал и в гневе заявил, большевистствующие писатели это убийцы культуры. Мне невольно вспоминается другой Конгресс, тринадцать лет спустя во Вроцлаве. Там не было парижской пестроты, а немногочисленные либералы или социалисты все время обижались, язвили, грозили покинуть заседание. Парижский Конгресс назывался в защиту культуры, в Роцлавский в защиту мира. Конечно, фашизм пугал всех, но и война в 1948 году не была отвлеченным понятием. Политическая обстановка в 1935 году благоприятствовала успеху нашей инициативы. Во Франции рождался Народный фронт. Один из организаторов Конгресса, Андрея Шамсон, был радикал-социалистом, занимал пост директора Версальского музея, и он с восторгом говорил о Советском Союзе, жал руку вояна-кутюрье. Это не могло никого удивить. Три недели спустя на площади Бастилии я увидел, как Долодья обнимал Тореза. Фашизм наступал. Просматривая в дни Конгресса газеты, мы узнавали, что 15 тысяч фашистов прошли по улице Малжира, а над ними кружили фашистские самолеты, и что очередной вождь воскликнул, клянуть не пройдет и месяца, как мы захватим власть во Франции. В Германии рубили головы строптивым. Хиль Роблес расправлялся с испанскими вольнодумцами. Италия открыто готовилась к нападению на Абиссинию. Это бесспорно, и я ни на минуту не забываю, что после Второй мировой войны положение было куда более сложным, страх перед коммунизмом возрос, а в Америке еще только начиналась охота за ведьмами. Все же, мне кажется, дело не только в этом. Во Вроцлаве не было писателя Хаксли, но туда приехал его брат, биолог Юлиан Хаксли. Право же, он был настроен ничуть не правее, чем Олдос Хаксли в 1935 году, но с ним иначе разговаривали. Ему казалось, что он попал по ошибке в чужой дом. Во Вроцлаве я встретил очень мало участников Парижского конгресса. Андерсон Нексе, Бенда, Мархвица, Стоянов, Корничук, я. Вот, кажется, все. Эссеист, Бенда, неистовый рационалист как-то сказал мне, видите, я все-таки приехал, но я больше ничего не понимаю. Скажите, что стало с Бабелем, с Кольцовым? Я спрашиваю, мне не отвечают. Выступал ваш товарищ, он назвал Сартра и Онэля шакалами. Разве это справедливо, разве это попросту разумно? И почему мы должны аплодировать каждый раз, когда произносят имя Сталина? Я против войны, я против политики Соединенных Штатов, я ищу объединение, а мне предлагают присоединение, но мне 78 лет, для начальной школы это поздновато. Вернусь к Парижскому Конгрессу. Может быть, в известной степени его успеху содействовало поведение советских писателей. Трудно было пять дней подряд только и делать, что проклинать фашизм. Выступавшие говорили также о роли писателя в обществе, о традициях, инноваторстве, о национальной основе культуры и общечеловеческих ценностях. Разумеется, всех интересовал советский опыт. Мне запомнились некоторые выступления наших писателей. Речь Кольцова была живой, веселой. Он говорил о значении сатиры в советском обществе. Нашего читателя возмущает администратор, который, искажая принципы социализма, уравнивает всех людей на один фасон, заставляет их есть, надевать на себя, говорить, думать одно и то же. Лохути рассказал, что задолго до желтой звезды, придуманной немецкими расистами, в дореволюционной Бухаре евреи должны были подпоясываться нахи-ланад, поясом проклятия, и что теперь все народы Советского Союза объединяет нахи-вахдад, пояс братства. Конгресс уже работал, когда приехали бабели пастернак. Исаак Эммануилович речи не написал, а непринужденно, с юмором рассказал на хорошем французском языке о любви советских людей к литературе. С Борисом Леонидовичем было труднее. Он сказал мне, что страдает бессонницей, врач установил психостынию, он находился в доме отдыха, когда ему объявили, что он должен ехать в Париж. Он написал проект речи, главным образом о своей болезни. С трудом его уговорили сказать несколько слов о поэзии. Наспех мы перевели на французский язык одно его стихотворение. Зал восторженно аплодировал. Николай Семенович Тихонов, худой и вдохновенный, говорил о поэзии. Маяковский, вот мастер советской оды, сатиры, буфонадного и комедийного стихового театра. Багрицкий, вот стих пламенный и простой, стих убедительного образа, глубина настоящего волнения. Охотник, рыболов, партизан, он любил природу. Сложный мир психологических пространств представляет нам Борис Пастернак. Какое кипение стиха, стремительное и напряженное, какое искусство непрорывного дыхания, какая поэтическая и глубоко искренняя попытка увидеть, совместить в мире сразу множество пересекающихся поэтических достижений. В очередном очерке для известий у меня была такая фраза. Когда Тихонов перешел к оценке поэзии Пастернака, зал, стоя, долгими аплодисментами приветствовал поэта, который доказал, что высокое мастерство и высокая совесть отнюдь не враги. Полгода спустя один московский литератор, который, по его же словам, любил капать на товарищей, объявил, что я в Париже приветствую Пастернака, будто бы сказал, что совесть только у него одного. Эта басня понравилась, и комсомольская правда осудила ни Тихонова, ни участников Парижского конгресса, аплодировавших Пастернаку, а меня. Во французской печати появилась заметка «Москва дезавуирует Эренбурга». Я писал Щербакову, Кольцову, просил опровергнуть сплетню, но безуспешно. Французские писатели меня спрашивали, в чем дело? Это было четверть века назад, еще до 1937 года, и я наивно думал, что на все вопросы можно ответить. На Западе говорили, да и поныне говорят, что вся наша литература агитка. В своем выступлении я сказал, мы прожили трудные годы, наши дни были окопами, чувства людей не меняются сразу. Наша агитационная литература связана с памятью о прошлом. Зная, что враги могут напасть на нашу страну, мы создали Красную Армию, но как бы ни было совершенно ее оружие, мы никогда не станем выдавать пушки за образцы советской культуры. Пушки имеются и у фашистов, но у них не может быть наших красноармейцев. Агитационная литература — это военное снаряжение, она родилась в арсеналах буржуазии. Твердя о чистом искусстве, буржуазия проклинала писателей отщепенцев и баловала прирученных. Не проклятые поэты, а прирученные создали служебную литературу. Настоящее бескорыстное искусство, стремящееся не к сохранению социальной иерархии, а к развитию человека, мыслимо только в новом обществе. Мы пришли сюда с гордостью не за себя, а за наших читателей. Два старейших писателя, Генрих Манн и Андре Жид, сидевшие в президиуме, встали и подошли, чтобы пожать мне руку. Это, конечно, относилось к советским читателям. Я разволновался и что-то пробубнил. Мне то и дело приходилось уходить из зала, было много кропотливой работы. Возвращаясь на свое место, я неизменно слышал дружественные, а то и восторженные слова о советском обществе. Они исходили от различных писателей Запада, от Шансона, Католика Мунье, Манна, Жида, Гейно и других. Были патетические минуты, неожиданно на эстраде появился человек в черных очках, с наспех приклеенной черной бородой. Это был немецкий коммунист, работавший в подполье. Романтику любят не только юноши, и зал неистовствовал, а Андрежет, переводивший речь подпольщика на французский язык, сбивался от волнения. Стояли на редкость знойные дни, духота, грозы. В переполненном зале трудно было дышать, и не было ни минуты передышки. Ночью приходилось переводить выступления, писать отчеты для известий, а то утешать литератора, которому не дали слова. В моем описании все выглядит строже, да и скучнее, чем было на самом деле. Мы жили в десяти планах. В коридоре во время дебатов Марина Цветаева читала стихи Пастернака. Почему-то полночи мы проспорили в маленьком кафе о социалистическом реализме. С нами сидел Щербаков, он боролся со сном и вдруг сказал, но зачем спорить, ведь все сказано в уставе. Лохути поднес Андрежиду таджикский халат тюбетейку и, увидав автора коридана в непривычном деянии, мы вдруг поняли, что он должен сидеть в чайхане и примеривать вечность, а не выступать на митингах. Бабель с увлечением рассказывал Андре Триоле о необычайном жеребце. Галактион Табидзе купил редкие издания Бодлера и Рымбо. По-французски он не читал, но любовно гладил страницы. Брехт и Малеро говорили о том, может ли войти смерть в жизнь. В маленьком баре возле Метеолите, куда мы забегали, чтобы выпить ледяной лимонад, влюбленные целовались, а громкоговоритель передавал, что сейчас выступит драматург Ленорман. И я с завистью глядел на парочку, глядел и думал, что мой дядюшка Лёва, антрепренер бродячего цирка, любил говорить «Не так живи, как хочется, а так, как Бог велит». В кулуарах вдруг стало тихо. Сейчас выступят сюрреалисты. Они решили сорвать Конгресс. Накануне открытия Конгресса мы узнали о самоубийстве молодого писателя-сюрреалиста Рене Кривеля. Я с ним иногда встречался. Знал, что он болезненно переживал разрыв между коммунистами и сюрреалистами. Рассказывали «Отравился, оставил короткую записку. Все мне опротивило». Потом от его друзей отклался Манна от Мусинака я узнал, что сам о том не подозревая сыграл в этой трагической истории некоторую роль. Я написал резкую статью о сюрреалистах. Мы сидели ночью в кафе. Я вышел, чтобы раздобыть пакет табака. Когда я переходил улицу, подошли два сюрреалиста, один из них ударил меня по лицу. Вместо того, чтобы ответить тем же, я глупо спросил, в чем дело? Все это было в нравах сюрреалистов. И вот вздорная история стала последней каплей для Рене Кривеля. Конечно, капля не чаша, но мне тяжело об этом вспоминать. На конгрессе Арагун прочитал речь Кривеля. Все встали. Ему было всего 35 лет. Вот и выходит, что писатели даже на конгрессе не обошлись без самоубийства. Элюар потребовал слова. Зал сплошился. Начинается. Кто-то истошно кричал. Муссинак, который председатель стол, спокойно предоставил слово Элюару, бывшему тогда правоверным сюрреалистам. Элюар прочитал речь, написанную Бретоном. В ней, разумеется, имелись нападки на конгресс. Для сюрреалистов мы были консерваторами, академиками, чинушами. Но полчаса спустя журналисты разочарованно отправились в буфет. Все кончилось благополучно. Мы понимали, что беда не в Бретоне, а в Гитлере. Мне запомнилась речь английского романиста Форстера. Он говорил, будь я моложе и смелее, я, может быть, стал бы коммунистом. Если разразится новая война, то писатели, верные принципам либерализма и индивидуализма, вроде Хаксли и меня, будут попросту сметены. Мы ничего не можем против этого сделать. Мы будем ржавыми иголками класть заплаты, пока не разразится катастрофа. И молодой Хаксли и пожилой Форстер пережили Вторую мировую войну. А если ржавые иголки теперь в меньшем спросе, то знатоки уверяют, что дело не столько в сдвигах сознания, сколько в конкуренции телевидения. Речь Кольцова была, разумеется, куда оптимистичнее. Обращаясь к фашистам, он вспомнил французскую поговорку «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Кольцов не увидел развязки. Фашистов действительно разбили, но 9 мая 1945 года мы не смеялись. Помню женщину на Красной площади, она тихо показывала всем фотографии ее стына, погибшего на Волге. Я прервал работу над этой главой почти на месяц. Рим, Варшава, Лондон, встречи, заседания, конференции, разоружения, ядерные бомбы, бомб, реваншисты. Передо мной были не писатели, а самые различные люди, американский сенатор, лейбористы, физики, итальянские депутаты, жильмок, священники, профсоюзники. Конечно, мне хочется дописать эту книгу, но если можно убить хотя бы десяток людей, что нет другого выхода, как уничтожить все бомбы, распустить все армии, то Бог с ней, с книгой. Куда важнее судьба подростков. Перед ними их люди, их годы, их жизнь. Создали ассоциацию писателей, выбрали секретариат. Из советских в него вошли Кольцов и я. Михаил Ефимович сказал мне, поскольку секретариат будет находиться в Париже, работать придется вам. Ласково, но и насмешливо хмыкнув, он добавил, ругать будут тоже вас. О том, как меня ругали, я уже упоминал. Да и в работе не было недостатка. Мы устраивали митинги, лекции, диспуты в Париже, в провинции. Время благоприятствовало. Это был медовый месяц Народного фронта. Я выступал с докладами в Париже, в Лилле, в Гренобле. На Парижском конгрессе не было крупных писателей Чехословакии. Я побывал в Праге, встретился с Чапоком. Он много говорил о фашистской угрозе, согласился войти в президиум ассоциации. Работал он тогда над романом «Война с саламандрами». Усмехаясь, он говорил, «Вы, наверное, слышали пражский анекдот. В солнечный день Чапок идет по Пришкопу с раскрытым зонтиком и на недоуменный вопрос встречного отвечает, «В Лондоне сейчас дождь». Я, правда, многое люблю в английских нравах. Мне, например, нравится, что лондонцы не толкаются в метро или в автобусе, не наваливаются один на другого. Вероятно, это связано с тем, что я люблю мечты прошлого века. А мы живем в другую эпоху. Общество теснит человека. Один народ наваливается на другой. Секретарем Союза Чешских Писателей был тогда поэт Гора. Он предложил включить в нашу ассоциацию Чешский Союз. Я был на съезде писателей из Словакии, они тоже вошли в ассоциацию. В Испании с нами были почти все молодые писатели Лорко, Альберти, Бергамин. Я встретился с моим давним приятелем Гомес де Ассерна, который чурался политики. Мне удалось уговорить его войти в ассоциацию. В июне 1936 года в Лондоне составился пленум секретариата. Мы были настроены радужно. Обсуждали всевозможные проекты, создание международных литературных премий, бюро для переводов на различные языки лучших произведений и так далее. Особенно страстно обсуждался проект создания энциклопедии, которая по замыслу Бенда, Мальро, Блока должна была стать тем, чем была энциклопедия Дидро, Вольтера, Монте-Ские для людей второй половины XVIII века. Неожиданно на наше собрание пришел Герберт Уэллс. Я с ним познакомился летом 1934 года на даче Литвинова. Беседуя с Максимом Максимовичем, с Эйзенштейном, со мной, он говорил, что многое у нас ему понравилось, и это, видимо, его раздражало. Он не любил, чтобы действительность шла в разрез с его прогнозами. Он многое умел предугадывать, был дальнозорким. Если Андрей Белый говорил в 1919 году об атомной бомбе, это было предчувствием поэта. А когда Уэллс в 1914 году описал применение в будущей войне атомного оружия, это можно назвать научным прогнозом. Он дорожил логикой и к диалектике относился подозрительно. На даче у Литвинова, разговаривая с дочкой Максима Максимовича, озорной девочкой Таней, он вдруг становился естественным, даже добрым. Войдя в зал заседаний, Уэллс положил шляпу на стол и тотчас вылил на нас ушат холодной воды. Трезво разъяснил, что мы не Дидро и не Вольтеры, что у нас нет денег и что мы вообще живем утопиями. Он рассказал анекдот о трех портных, которые вздумали выступать от имени Великобританской империи. Кончив говорить, он взял шляпу и вышел из зала. Конечно, в своем скептицизме он был прав. Мы не составили первого тома энциклопедии, не учредили литературных премий, мы даже ничего не сделали для поощрения переводов. Бергамин предложил созвать второй международный конгресс в Мадриде в 1937 году. Это предложение приняли. Мы не знали, что через три недели в Испании начнется страшная разрушительная война. Но из всех наших решений мы осуществили только одно. Второй конгресс действительно собрался в 1937 году в Мадриде, и мы заседали обстреливаемые фашистской артиллерией. Ассоциация сделала свое дело. Она помогла писателям, да и многим читателям понять, что начинается новая эпоха. Не книг, а бомб. Ранней осенью 1935 года я писал в известиях о Франции и Париже. Я долго думал, почему сейчас так печально эта земля. Ее красота только оттеняет печаль. Прекрасны старые вязы или ясени среди поляны. С яблонь падают красные яблоки. На берегу океана рыбаки чинят голубые тонкие сети. Черные коровы задумчиво окунают свои морды в траву, зеленые как детство, белые крестьянские домики обвиты глицинейми. Жизнь так коротка, это поет под моим окном застенчивый неуклюжий подросток. Он вырос из своего костюма, а нового ему не сшили. Он пришел на эту землю слишком поздно. Все романы написаны, все пустыри распаханы, заняты все места от кресла сенатора до ящика, в котором роется мусорщик. Он может только петь натощак жизнь так коротка. Их много, они родились, как все, учились ходить, хлопали в ладоши, сосали леденцы и глядели на жизнь голубыми доверчивыми глазами. Потом оказалось, что они выросли зря. Ночью в Париже, вдыхая соленый запах моря, кажется, слышишь скрип сностей. Кружится голова, черна ночи Европы. Грусть веков скопилась на маленьком отрезке земли, как в шкатулке с письмами молодости. Но даже эта грусть связана с жизнью. Ранним утром над сизым Парижем кричат дрозды и сирены заводов. Они как будто повторяют «Тебя ждут высокие дела, борьба, будущее». О судьбе Франции, Парижа я думал и в небольшой мастерской, загроможденной холстами, рухлядью с блошиного рынка, так зовут парижскую толкучку, кувшинами, глядя на пейзажи Фалька. Парижей много. Мы знаем омытой светлыми дождями сияющий Париж импрессионистов, легкий и нежный Париж Марке, идиллический и захолустный Париж Утрелло. А Париж Фалька тяжелый, сумеречный, серый, сизый, фиолетовый. Это Париж трагических канунов, обреченный и взбудораженный, отпетый и живой. Фальк проработал в Париже всего девять лет, но он понял этот большой, сложный, казалось бы, чужой ему город. Я познакомился с Робертом Рафаиловичем в начале тридцатых годов, а особенно часто мы встречались и подолгу беседовали в последний период его жизни. Но вот я рассказываю о нем, отрываясь от событий 1935 года. Тогда я впервые почувствовал всю силу его живописного голоса. Он вытаскивал из закоулков мастерской десятки холстов, высокий, худой, с печальным, даже унылым лицом, которое порой освещало легкая, стыдливая улыбка. И я, восхищаясь живописью, по-новому видел окружавший меня мир, людей, эпоху, пестрое чередование событий, неразборчивую стенограмму века. Когда я писал роман «Падение Парижа», на стене передо мной висел парижский пейзаж Фалька. Часто оставляя рукопись и глядел на него дома, дым, небо. Может быть, я не написал бы некоторых страниц, если бы не холст Роберта Рафаиловича. Я признавался в этой книге, что жил в десяти планах, разбрасывался, торопился. Я валял все на эпоху, а может быть, виноват был я. Ведь Фальк, мой современник, он был всего на три года старше меня, а он работал сосредоточенно, упрямо, фанатично. Шестнадцатилетним подростком он уже сидел, восхищенный у подмосковного прудика и писал первые пейзажи. Он работал до самой смерти иступленно, мучительно, уничтожая холсты, в десятый раз замазывая. Соскребал краски, нараставшие как струбья, и снова писал, в пятый, в десятый раз возвращался к той же модели, к тому же натюрморту. Он работал, и когда его выставляли, и когда перед ним закрылись все двери, работал, не думая, выставят ли его холсты. Говорил не потому, что перед ним был набит людьми зал, а потому, что у него было много что сказать. Есть художники, которые легко, быстро пишут. Я говорю сейчас не о холтурщиках, а о подлинных художниках. Они пишут потому, что, как говорил Роберт Рафаилович, у них хорошо поставлены глаза. Кто не встречал человека, который охотно рассказывает только потому, что умеет связно и образно говорить. Древние греки восхищенно отзывались об ораторском даре Демосфена, а он по природе был косноязычен. Фальк в каждой работе преодолевал живописное косноязычие, но его трудолюбие не похоже на подбрюсова, назвавшего свою мечту валом. Мечта Фалька была ретивой, и он стремился ее обуздать, подчинить законам искусства своим мыслям. Он любил стихи Боротынского о скульпторе. Глубокий взор вперив на камень, художник нимфу в нем прозрел, и пробежал по жилам пламень, и к ней он сердцем полетел. Но бесконечно вожделенный уже он властвует собой, неторопливый, постепенный, резец с богиней сокровенной кору снимает за корой. Пожалуй, он напоминал одного из своих наиболее любимых предшественников Сезанна, невероятной работоспособностью, тяжестью, сочетанием мягкости с неуживчивостью, отшельничеством. Но Роберт Рафаилович был человеком и другой эпохи, и другой земли. Он говорил о Сезанне, величайший художник, у него было абсолютное зрение, а если говорить о человеке, в нем были черствость, сухость, эти черты довольно часто встречаются у французов. Думаю, что эти душевные свойства окрасили и живопись Сезанна. Роберт Рафаилович знал традиции русской литературы, русской музыки, да и по природе он был человечным, никогда не оставался холодным соглядатаем жизни, волновался, страдал, радовался. Он любил врубеля. Учителем Роберта Рафаиловича в художественном училище был Коровин. Фальк рассказывал, что в Париже встречался с Коровиным. Константину Алексеевичу было уже 75 лет, но он работал, искал и говорил Фальку, знаешь, кто теперь самый большой художник во Франции? Сутин. Начал Фальк выставляться в группе Бубновый Валет вместе с Кончаловским, Ларионовым, Лентуловым, Гончаровой, Малевичем, Машковым, Куприным, Рождественским, Шагалом. Распространено мнение, будто Бубново-Валетцы слепо подражали французам. Это было большое, вполне самостоятельное явление в русской живописи, которое еще до сих пор не нашло грамотного и честного исследователя. Конечно, Фальк в то время отдал дань кубизму, порой несколько обобщал предметы, но его пейзажи не имели ничего общего с геометрией, они были выражением чувств молодого художника. Фальк жадно присматривался к жизни. Как я говорил, в Париже он прожил всего 9 лет и за это время сменил 14 адресов, из одной мастерской или мансарды перебирался в другую, объяснял, что районы Парижа не похожи один на другой и что ему хотелось не только повидать, но и пожить в 14 различных городах. Он знал глухие переулки Москвы, пески и камни Средней Азии, различные русские города, охотно колесил, отшельник в живописи, в жизни он был общительным, встречался со множеством людей, внимательно слушал споры, рассказы и исповеди. Роберт Рафаилович любил труд преподавателя, учившиеся у него и в 20-е и в 40-е годы, говорят, что он делился с начинающими художниками не только опытом, но и находками, прозрением, вкладывал в уроке душу. В отрочестве он мечтал стать музыкантом, всю жизнь обожал музыку. Он любил и поэзию, я часто говорил с ним о стихах, он сразу схватывал внутренний ритм стиха, может быть, потому, что в живописи искал ритм. Поль Сезан необычайно зоркий в своем ремесле ничего не знал, кроме холста и красок. Общественные события его оставляли равнодушным. Много смеялись над Золя, который не понял своего школьного товарища, считал Поля неталантливым, да и не очень-то умным. Смеялись справедливо. Но можно добавить, что Сезан тоже не понял Золя, перевернувшего построение романа. Пробовал почитать и бросил, показалось скучным. А Фальк и многое знал, и многим интересовался. Париж на его холстах, не город, а пейзаж, был таким, каким он его и видел, и понимал. В 1935 году он говорил, Франция обречена, трудно работать, не хватает воздуха, пора домой. Ему тогда жилось хорошо. Его выставляли, критики много писали о нем, коллекционеры покупали его холсты. Но равнодушный к деньгам, к славе, он остро воспринимал воздух эпохи, настроение окружающих. Он знал, что Франция не выстоит, твердо это знал, и когда после падения Парижа я вернулся в Москву, расспрашивал меня о деталях. Самые истории он знал давно, и не только по сообщениям газет. Он как-то сказал мне, я думаю о многом до того, как сажусь за работу, думаю о человеке, которого пишу, да и об эпохе, о пейзаже, о политических событиях, о стихах, о бабушкиных сказках, о вчерашней газете. Когда я пишу, я только гляжу, но я вижу многое иначе именно благодаря тому, что думал, продумал. Импрессионисты говорили, что они изображают мир таким, каким они его видят. Пикассо как-то сказал, что он изображает мир таким, каким он его мыслит. Фальк видел так, как мыслил. Он не искал иллюзорного сходства, говорил, что не любит термина изобразительное искусство, предпочитает пластическое искусство. Живопись для него была не изображением, но отображением, созданием реальности на холсте. Фальк писал в одном из писем, произведение Сезанна неподобие жизни, а сама жизнь в прекрасных, драгоценных зрительно-пластических формах. Кубисты считают себя его преемниками, с моей точки зрения они узурпаторы его искусства. Я не люблю, откровенно говоря, абстрактную живопись. Абстракция даже у самых талантливых художников ведет к схеме, к произволу, к случайности. Элементарно говоря, я реалист. В моем понимании реализма мне особенно близок Сезанн. Из более поздних имен меня особенно притягивает Руо. Фальк недолюбливал декоративность в живописи. О таком художнике, как Матисс, он говорил с уважением, но и с холодом. Он искал раскрытие предметов, природы, человеческих характеров. Его портреты, особенно в последние годы, поражают глубиной. Цветом он передает сущность модели. Цвет создает не только формы, пространство, он также показывает незримую сторону луны. Писателю потребовались бы тома, чтобы подробно рассказать о своем герое, а Фальк этого достигает цветом. Лицо, пиджак, руки, стена, на холсте клубок страстей, событий, дум, пластическая биография. В 1946 или в 1947 году Фалька зачислили в формалисты. Это было абсурдом, но в те годы трудно было чем-либо удивить. Формалисты решили поставить на колени. Помню заявление одного из тогдашних руководителей Союза художников. Фальк не понимает слов, мы его будем бить рублем. Вот это изумило меня даже в то время. Человек рубля не знал с кем имеет дело. В жизни не встречал я художника столь безразличного к разным благам, к удобствам, к достатку. Фальк сам варил горох или картошку, годами ходил в той же протертой куртке. Одна рубашка была на нем, другая лежала в старом чемодане. В обыкновенной прилично обставленной комнате он чувствовал себя неуютно, жил в запустении, а дорожил только красками и кистями. Его перестали выставлять, денег не было, он считался заживо похороненным, а он продолжал работать. Иногда в его мастерскую приходили любители живописи, молодые художники. Он всех впускал, объяснял, стыдливо улыбался. Он писал в 1954 году, «Только теперь мне кажется, я созрел для настоящего понимания Сезанна. Как грустно и обидно прожил целую жизнь, а только теперь понял, как надо по-настоящему работать. Но нужных сил больше нет, их будет все меньше и меньше». Эти слова показывают, как Фальк был требователен и суров к себе до последнего часа. Все больше накапливалось холстов в длинной сумрачной мастерской возле Москвы реки. Когда смотришь работы некоторых пожилых художников, невольно с грустью вспоминаешь свежесть, чистоту, яркость их молодости. А Фальк изумлял тем, что все время подымался до самой смерти. Как-то он сказал, что Коро написал лучшую свою работу в возрасте 76 лет. Роберт Рафаилович умер в 70. Он болел, осунулся, с трудом ходил и все же продолжал работать. Выставку, да и то крохотную, процеженную в старом помещении Мосха, устроили, когда он уже лежал смертельно больной в госпитале. И в то же унылое помещение Мосха вскоре после выставки привезли Фалька в гробу. Люди стояли и плакали, знали, что потеряли. Теперь выходят книги, которых ни за что не издали бы 10 лет назад. Строят современные дома, а холсты Фалька по-прежнему стоят, прислоненные лицом к стенке. 14 июля 1935 года, вскоре после Конгресса писателей, Париж увидел небывалую демонстрацию. Это был военный смотр Народного фронта. Весь день я бродил по улицам, иногда забегал в кафе, писал отчет, который должен был на следующий день пойти в известиях. Демонстрация началась утром на площади Бастилии, и колонны шли к Венсенскому лесу, находящемуся всего в нескольких километрах от этой площади. Столько, однако, было народу, газеты потом давали различные цифры в зависимости от направления, 600, 700, 800 тысяч, что последние демонстранты дошли до заставы только к ночи. Лидеры еще недавно враждовавших партии шли рядом Торес и Блюм, Даладье и Кашен, шли также ученые, писатели, Ленджевен, Перрен, Риве, Арагон, Мальро, Блок. На Елисейских полях в тот день демонстрировали фашисты. Они лихо маршировали, подымали руки, стараясь во всем походить на гитлеровцев, кричали «Да здравствуй, Деля-Рок!» так звали полковника вождя боевых крестов. Деля-Рок, как стенки, скандировали люди на площади Бастилии. Скрытая гражданская война разгоралась. Мало кто интересовался правительством, во главе которого стоял Юрки Лаваль. Он подписывал соглашение с Муссолини, с Советским Союзом, хотел перехитрить и Народный фронт, и Деля-Рокко, отодвинуть хотя бы на год другую развязку. Мне казалось, что мирные времена далеко позади. Еще год назад утром я прежде всего читал письма. Теперь я засовывал конверты в карман и, купив газету, здесь же на улице ее разворачивал. Радиоприемник поселился в моей комнате и заполнял ее голосами незнакомых людей, спешивших поделиться со мной тревожными вестями. Ночные часы у этой проклятой коробки были мучительными. Речи Гитлера или Муссолини, отчеты о стычках с фашистами на улицах французских городов перебивались рекламой. Радиовещание еще было в руках различных частных компаний. Почему-то до сих пор помню песенку, прославлявшую целительные свойства Бальдофлорина. Забыл, от каких именно болезней он должен был исцелять. На меня это слово Бальдофлорин между криком дучи пролетарской и фашистской Италии вперед и описанием казни топором в Гамбурге выводило из себя. 7 сентября Париж снова вышел на улицы. Хоронили умершего в Москве Анри Барбюса. Похороны стали демонстрацией. Конечно, сотни тысяч людей больше думали о предстоящих боях, чем о погибшем писателе. Они знали, что Барбюс был смелым товарищем коммунистом, автором книги о Сталине. Сорокалетние помнили огонь, рассказавший о судьбе верденского поколения. Барбюс был сложным человеком. Нельзя от него отсечь ни стихов его молодости, ни зрелой тоски. Как-то он сказал мне с легкой усмешкой, с капитализмом трудно бороться, а с самим собой еще труднее. Однако он умел бороться и с собой. В одном из выступлений он сказал о судьбе скромных знаменосцев, которым причислял себя. В тот сентябрьский день он стал знаменем. Военных инвалидов везли в колясках, женщины подымали к небу грудных детей, из окон рабочих домов вылетали красные флажки, а где не было флагов, выставляли красные шторы или подушки. На гробу среди пышных южных цветов лежали осенние астры георгины. Цветы Подмосковья. Мне запомнилась группа людей, которые несли полотнище. Рабочие Лана не потерпят фашизма. Скептик мог бы усмехнуться. Лан небольшой город, в нем нет и двадцати тысяч жителей. Но в этом была своя правда. Франция переживала необычайный подъем. Каждый верил, что будущее зависит и от него. В феврале 1936 года королевские молодчики, так называли одну из крайне правых организаций, напали на Леона Блюма. Избили его и почему-то в качестве трофеев уволокли шляпу и галстук. Возмущенные демонстранты двинулись к Пантеону, где покоится прах Жореса, убитого одним из предшественников фашизма. Вокруг Пантеона собрались студенты, входившие в фашистские организации. Было много перебранок, сотни тысяч рабочих, служащих, интеллигентов, еще выше подымали красные флаги, сжимали кулаки. В одной из колон я увидел Марселя Кашена и подошел, чтобы поздороваться. Рабочие, стоявшие на набережной, кричали «Здравствуй, Кашен! Они тебя не посмеют тронуть! Мы тебя отстоим!» Кашен махал рукой, смущенно улыбался. Однажды я встретил Кашена в кафе. Это было в 1932 или 1933 году. Он сидел с Ланжевеном и художником Синьяком. Рассказывал про свою встречу с Лениным. Я вдруг подумал, эти люди пришли в наш век издалека. Все поняли и ничего не растеряли. Кашена любили. Он как бы собой доказывал, что большая культура может уживаться с повседневной революционной борьбой и что коммунизм не означает ни душевной сухости, ни ограниченности, ни повадок кандидата в вожди. Я часто бывал на различных митингах, собраниях. Требовали освобождение Тельмана, протестовали против расправ с горняками Астурии, против нападения Италии на Абиссинию, говорили о разном и вместе с тем об одном. Нельзя прожить жизнь на одной земле с фашистами. Говорили опытные ораторы и подростки, Андрежит, Ланжевен или Малеро и домашние хозяйки. На одном из собраний в горном бассейне Дофине, когда все уже было сказано и пересказано, старый рабочий с синими жилками на лице попросил слово. Поднявшись на трибуну, он дрожащим старческим голосом запел «Вставай, проклятием заклейменный!» Несколько лет спустя я писал о митингах 1935 года. «Надежду видел я, и розы тоньше, как мягкий воск послушной руке, она рождалась в кулаке поденщиц и сгустком крови билась на древке». В душных залах, набитых незнакомыми мне людьми, я тоже подымал кулак, и в нем тоже билась как бабочка надежда тех месяцев. Для надежд было много оснований. Рабочие меня поражали своей зрелостью. Расскажу об одном эпизоде. В Лиле я познакомился с доктором, одним из организаторов общества дружбы Франция-СССР. Он меня повез в поселок Ланнуа неподалеку от Рубе. Там была большая льнопредильня. Союз предпринимателей ввиду продолжавшегося кризиса решил закрыть ряд фабрик и уничтожить оборудование. Рабочие и работницы отправили письмо Лавалю. Господин председатель, мы считаем необходимым заявить вам, что мы не допустим уничтожения машин на фабрике Бутеми. Мы будем следить за тем, чтобы машины, являющиеся общим достоянием, сохранились в неприкосновенности. Я увидел рабочих, охранявших фабрику от ее владельцев. Мастер с седыми усами сказал мне, «Я читал в «Юманитес», что Горький теперь пишет историю русских заводов. Расскажи ему, что мы живем при капитализме, машины принадлежат не нам, а мерзавцам, но мы их ни за что не отдадим, это народное добро». По-моему, такой писатель, как Горький, может в своей книге отметить этот факт. На глазах происходило чудодейственное сближение партий, профсоюзов, людей. Передо мной пожелтевший номер «Юманите» со списком тогдашних сотрудников ее литературного отдела. Театральные режиссеры Жуве и Дюлен, художник Вламенк, писатели Жит, Мальро, Шамсонги, Но, Жеоно, Дюртен, Вильдрак, Кассу. Теперь мне это кажется неправдоподобным. Рабочим удалось ненадолго заручиться поддержкой значительной части интеллигенции, крестьянства, мелкой буржуазии. Я увидел это в шахтерском поселке Ля-Мюр возле Гренобля. Там была забастовка, длилась она долго, хозяева хотели взять горняков измором. Статичный комитет помещался в здании Мэйри. Туда приходили крестьянки брали детей шахтеров к себе. Был базарный день, и крестьяне привезли забастовщикам подарки. Картошку, яйца, сало, гусей. На собрании местный парикмахер объявил, что будет бесплатно стричь и брить забастовщиков. Шахтеры в итоге выиграли забастовку. Одновременно чуть ли не каждый день приходилось наблюдать, как быстро формируется другой лагерь. Может быть, не так уж много было во Франции фашистов, но они шумели, дрались, нападали за угла. Некоторые из них носили короткие усики и называли себя насистами, у других было изображение черепа на рукаве, и они себя звали франсистами. Открыли в Париже синий дом, в Берлине ведь имелся коричневый. Германия ввела войска в Прирейнскую демилитаризованную зону. Лига нации обсуждала этот поступок много месяцев и в итоге ничего не решила. Каждый вечер треклятый радиоприемник передавал хриплые выкрики «Мемель наш! Страсбург наш! Брюн Брно наш!» И вот не молодчики с подстриженными усиками, а добродетельные отцы семейств начали поговаривать, что мир куда дороже, чем какая-то Чехословакия, что народный фронт приведет к войне, что пора унять левых крикунов. Италия каждый день захватывала кусок Абиссинии, фашисты вели войну цинично, бомбили госпитали, пустили в ход отравляющие газы. Лига нации применила к Италии экономические санкции. По существу это осталось резолюцией, но фашисты в Париже каждую неделю устраивали демонстрации под лозунгом «Долой санкции». Опять-таки средние французы со средним достатком, а их во Франции немало, говорили «Зачем ссориться с Италией? Это наша латинская сестра, Муссолини поможет успокоить Гитлера». А по радио стоял вой «Средиземное море наше, Корсика наше, Ницца наше». На самом деле средние французы боялись победы Народного фронта, им мерещились потерянная рента, уплотнение квартир, колхозы. Когда в кино показывали итальянские победы в Эфиопии, в рабочих районах публика отчаянно свистела, в буржуазных многие зрители аплодировали, иногда в темном зале начиналась драка. Спорили друг с другом незнакомые люди, в кафе, в метро, на улице, раскалывались семьи, обрывались дружеские отношения. Все говорили, что скоро будет война, и все требовали мира. Национальный фронт правых партий клялся, что не допустит войны. Народный фронт готовился к выборам с лозунгом «Мир, хлеб, свобода». Правые уверяли, что коммунисты хотят атаковать фашистские страны. Все перепуталось. Патриотическая молодежь пела Марсельезу, требовала, чтобы воспитание шло в духе национальных традиций и одновременно устраивала демонстрации с криками «Долой санкции! Долой Англию! Дружба с Италией!» Англичане настаивали на применении санкций к Италии. Они, однако, старались ничем не обидеть Гитлера, и писатель Анри Беро опубликовал памфлет в правой газете «Необходимо обратить англичан в рабство». Рабочая молодежь предпочитала Марсельезе интернационал и выступала против итальянских фашистов, против Гитлера, обличала двести семейств, которые хотят предать Францию. Однажды, раскрыв газету, я увидел обращение правых писателей, пытавшихся оправдать нападение фашистов на Абиссинию культурной миссией Италии. Среди подписавшихся было имя одного писателя, моего друга двадцатых годов, человека, которого я не мог заподозрить в симпатии к чернорубашечникам. Я написал ему возмущенное письмо. В ответ он прислал длинное, запутанное и, наверное, искреннее письмо. Оно погибло с другими письмами, когда гитлеровцы оккупировали Париж. Сохранились только выдержки, которые я привел в газетной статье, не называя автора. Я не знаю, что такое фашизм и каковы его цели. Вам это покажется невероятным, но вот уже три недели, как я не читаю газет. Мне за пятьдесят, и у меня больше нет убеждений. Я говорю об искренних убеждениях, способных заставить человека пойти на жертвы. Я меняю убеждения по двадцати раз в день. Вместо того, чтобы поехать к моему другу и заставить его в двадцать первый раз изменить свои убеждения, я рассердился. Это хороший писатель и хороший человек, но больше мы с ним не встречались. Я жил в каком-то непрестанном возбуждении. Полгода спустя я написал маленькую книгу рассказов и озаглавил ее вне перемирия. Мне казалось, что существует некое негласное перемирие с фашизмом, и я думал о том, что судьба людей, с которыми я был связан, не подпадает под условия этого перемирия. В статье для известий я писал «Поймут ли наши внуки, что значило жить в одно время с фашистами? Вряд ли на желтых полуистлевших листочках останутся гнев, стыд, страсть, но, может быть, высокий полдень другого века, полный солнца и зелени, ворвется на минуту молчания. Это будет наш голос». Конечно, в конце 1935 года я не мог знать, что главное испытание впереди. Я только чувствовал, что развязка будет трагичной, и статью кончил словами «Надежда мира, Красная армия». Во Франции в тот год стояла удивительная осень. Гремели грозы, в садах вторично зацвели вишни. Я глядел на тщательно обработанные садики, на белые домики с черепичными крышами, на мир милый и хрупкий, может быть, обреченный. Глядел из окна вагона. Газета дала мне отпуск, и я ехал в Москву. Вскоре после моего приезда в Москву редакция дала мне билет на совещание рабочих стахановцев. Я пришел за час до назначенного времени, а большой зал Кремлевского дворца был уже заполнен. Люди разговаривали друг с другом в полголоса. Никто не вставал с места. Это никак не походило на шумные митинги Парижа в набитых прокуренных залах. Я спрашивал соседей, где сидит стаханов, знают ли они Кривоноса, Изотова, Виноградовых. Вдруг все встали и начали неистово аплодировать. Из боковой двери, которой я не видел, вышел Сталин, за ним шли члены полюбюро, их я встречал на даче Горького. Зал аплодировал, кричал. Это продолжалось долго, может быть, десять или пятнадцать минут. Сталин тоже хлопал в ладоши. Когда аплодисменты начали притихать, кто-то крикнул «Великому Сталину ура!» И все началось сначала. Наконец все сели, и тогда раздался отчаянный женский выкрик «Сталину слава!» Мы вскочили и снова зааплодировали. Когда все кончилось, я почувствовал, что у меня болят руки. Я впервые видел Сталина и не сводил с него глаз. Я знал его по сотням портретов, знал тужурку, усы, но я думал, что он куда выше ростом. Волосы у него были очень черные, лоб низкий, а глаза живые, выразительные. Иногда, несколько наклоняясь вправо или влево, он посмеивался иногда сидел неподвижно, глядя в зал, но глаза продолжали ярко посвечивать. Я поймал себя на том, что плохо слушаю, все время гляжу на Сталина, оглянувшись, я увидел, что тем же заняты и другие. Возвращаясь домой, я чувствовал неловкость. Конечно, Сталин большой человек, но он коммунист, марксист. Мы говорим о новой культуре, а смахиваем на поклонников шамана, которых я видел в горной шории. Тотчас я себя оборвал, наверное, я рассуждаю по-интеллигентски. Сколько раз я слышал, что мы, интеллигенты, ошибаемся, не понимаем требований времени. Интеллигентик, путаник, гнилой либерал. И все-таки непонятно, мудрейший руководитель, гениальный вождь народов, любимый отец, великий кормчий, преобразователь мира, кузнец счастья, солнце. Однако мне удалось убедить себя, что я не понимаю психологии массы, сужу обо всем как интеллигент, притом проживший полжизни в Париже. На совещании Сталин сказал, людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбованное плодовое дерево. Эти слова приподняли всех, ведь в Кремлевском дворце сидели не манекены, а люди, и они радовались, что к ним будут подходить бережно, любовно. Прошло несколько дней, я встречал живых интересных людей, долго разговаривал с ткачихой Дусей Виноградовой, она оказалась умной и удивительно скромной, почести, аплодисменты, фотографы не вскружили ей головы. Я решил, что овации в Кремлевском зале своеобразное выражение чувств, своего рода присяга, ведь не коробит меня, что на парижских митингах люди стоят с поднятыми кулаками, без конца скандируя «Лесовье порту». Борьба против фашизма была настолько реальной, так меня захватывало, что я посмеялся над собой, до чего глупо было огорчаться. Я встречался с писателями, художниками, режиссерами и невольно ввязался в спор. Искусство оставалось для меня кровным делом. Ввязался с горячностью, да и неуклюже. Плохо разбирался в положении, снова принимал свои желания за действительность. Побывал в клубе «Динамо», в университете у темирязевцев, в районных библиотеках, где происходили обсуждения моей повести. Я писал, я слышал, что говорили о литературе рабочие, вузовцы, красноармейцы. Уровень наших читателей куда выше, чем это предполагают наши писатели. Мне казалось, что читатели выросли и что слишком часто мы им подсовываем книги для подростков. Вероятно, я несколько забегал вперед, но на читательских конференциях я встретил людей с глубокой внутренней жизнью, с большими требованиями. Может быть, в моих словах сказалось и недовольство собой, повестью, не переводя дыхание, которая была не только посвящена зеленой молодости, но и написана как-то зелено, упрощенно, будто автору не 44 года, а вдвое меньше. Неловкость я испытывал и, читая книги некоторых моих сверстников, частенько думал, что пора нам писать для взрослых и по-взрослому. Статья выступил против обязательной доходчивости. Слово тогда входило в обиход. Наши читатели растут, как трава в сказках, бурно и неожиданно. Надо стараться поднять читателя, даже самого отсталого, до уровня подлинной литературы, а не отменять подлинную литературу, говоря, что такой-то писатель непонятен такому-то читателю. Автор, который ориентируется на так называемого среднего читателя, сплошь до рядом оказывается в дураках. Пока он сидел и писал, читатель успел вырасти. Автор мечтал о доходчивости, о массовости, а читатель, взяв в руки его произведение, говорит скучно, плоско, давно известно, шаблонно. Секрет нашей удивительной страны в том, что у нас нельзя ставить на сегодня. Тот, кто ставит на сегодня, оказывается во вчера, надо ставить на завтра. Известие статью напечатали. Издательство «Советский писатель» решило переиздать мой старый роман «Хоринито». «Хоринито» действительно был переиздан, но не в 1935 году, а в 1962. Некоторые критики меня поругивали. Я огрызался. Мне казалось, что спор о литературе, об искусстве только-только начинается. Художники устроили диспут о портрете. Я пошел и выступил против академической живописи, против холстов, напоминающих фотографии, защищал право на искание нового живописного языка. Я сказал, что буржуа, когда он не понимает произведения искусства, неизменно винит художника, а рабочий говорит, нужно еще раз прийти, посмотреть получше. Эти слова я как-то подслушал в музее западной живописи. Некоторым художникам мои мысли не понравились. Один выступил с разоблачением. Эренбург так рассуждает потому, что его жена ученица Пикассо. Люба была польщена, она ведь никогда не училась у Пикассо. В Доме кино я сказал, что мне очень нравится Чапаев, но этот фильм завершение предшествующей блистательной эпохи советской кинематографии. Я знаю смелость Эйзенштейна, Довженко и многого жду от этих художников. Газета Кино определила мои мысли как старые заблуждения по новому поводу и сердит и меня дернуло. Я увидел новую постановку Мейерхольда и восхитился. Всеволод Эмильевич воистину обладал неиссякаемой фантазией. Комедия Грибоедова звучала как современная пьеса не только потому, что актеры по-новому читали стихи, но и по возрожденной свежести мыслей, чувств. Была немая сцена, которой нет в тексте. За длинным столом сидели расфуфуренные истуканы, и какая-то очередная грязная, может быть, кровавая сплетня гуляла вдоль стола. Я писал, мы ненавидим фамусовых и молчалиных, они еще барахтуются в тине канцелярий, они переменили костюм и лексикон, но они остались столь же заносчивыми и угодливыми. Мы живем и работаем для того, чтобы вывести их из жизни, и мы не можем равнодушно слушать монологи Чацкого, с ним мы терзаемся, с ним ненавидим. Такова мощь подлинного искусства. Долго в моих ушах стояли слова «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Был еще только ноябрь 1935 года, и газета напечатала мою статью. До чего я был тогда наивен? Я не знал, что многое зависит от вкусов, даже от настроения одного человека. Да и люди, хорошо это знавшие, не могли предвидеть, что приключится завтра. Когда я был в Москве, Сталин объявил, Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Все сразу заговорили о значении новаторства, о новых формах, о разрыве с рутиной. Месяца два спустя я прочитал в правде статью «Сумбур» вместо музыки. Сталин пошел на оперу Шостаковича Катерина Измайлова, и музыка его рассердила. Срочно собрали композиторов, музыкантов, и все они осудили Шостаковича за кривляние, даже за цинизм. С музыки легко перешли на литературу, живопись, театр, кино. Критики требовали простоты и народности. Маяковского, конечно, продолжали восхвалять, но теперь уже по-другому. Простого и народного. В одном из ранних футуристических стихотворений Маяковский просил парикмахера «Будьте добры, причешите мне уши». Он, разумеется, не знал, что смогут причесать не только уши. Началась кампания против формализма, льватских уродств, вывертов. Кампания велась яростно, ей отводили много места. Первой жертвой оказалась книга детских стихов Маршака с рисунками Лебедева. Рисунки были объявлены мазнёй и книжку уничтожили. Архитекторы собрались, чтобы осудить формалистов. Нападали не только на Мельникова, построившего в 1924 году павильон на Парижской выставки не только на конструктивистов Леонидова Гинсбурга, но и на сочувствующих формализму. Навеснина, Руднева. Ещё хуже пришлось художникам. Критики уверяли, что Лентулов не может нарисовать даже спичечную коробку, что Тышлер, фон Визин, Штернберг пачкуны со злостными намерениями. На собраниях театральных работников поносили Таирова и особенно Мейрхольда. Его покаяние было признано туманным, неискренним, начали поговаривать о закрытии театра. Киноработники взялись за Довженко и Айзенштейна. Литературные критики вначале обличали Пастернака, Заболоцкого, Осеева, Кирсанова, Олешу, но, как говорят французы, аппетит приходит во время еды и вскоре в формалистических вывертах оказались виновными Катаев, Федин, Леонов, Всеволод, Иванов, Лидин, Эренбург. Наконец дошли до Тихонова, Бабеля, до Кукрониксов. Нашелся человек, не лишенный воображения, который обвинил в формализме постановку пьесы «Волки и овцы» в Малом театре. В Красной Нове появилась статья, призывающая в борьбе против формализма биться за классические рифмы, за классическую точную и стройную ритмику, за классическое правильное развитие сюжета. Я думал, что спор начинается, а он кончался. Его заменили сотни собраний с обязательным признанием своих формалистических ошибок, с обещаниями стать простыми доходчивым, с хорошо знакомыми возгласами, за которыми следовало бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Меня много раз обвиняли в барском отношении к читателям. Обвиняли не читатели, а некоторые литераторы, принимавшие активное участие в очередной кампании. Что касается читателей, то и в те недели, и позднее, в часы сомнений, печали, они неизменно меня поддерживали своим пониманием зрелостью. Редактор литературной газеты писал, что мое пренебрежение советскими людьми сказалось хотя бы в том, что я утверждал, будто не все рабочие могут понять все картины музеев. Эта мысль, писал редактор, выражает уверенность писателя в том, что художник является носителем какой-то более тонкой, более сложной, более высокой культуры, чем та культура, которой обладает масса читателей. Я переписал эту фразу и задумался. Много раз в этой книге я писал о моих заблуждениях, но здесь я упорствую. Я и теперь согласен с тем, что говорил четверть века назад. Мне кажется, что место писателя, художника не в обозе, а в разведке. Люди развиваются неравномерно, и в нашем современном обществе имеются различные уровни культурного развития. Масса читателей не существует, даже если книга выходит массовым тиражом. Читатели читают по-разному. Бывают книги, в которых одно доступно всем, другое только некоторым. Одних посетителей Эрмитажа восхищает живопись Рембрандта, другие спрашивают, что тут изображено, и равнодушно идут дальше. Есть люди, которых ни за что не затащишь на концерт симфонической музыки. Все это общеизвестно, но об этом предпочитают умалчивать. А новые формы в искусстве всегда воспринимались медленно и вызывали раздражение. Можно привести множество примеров, начиная с драки на премьере пьесы Гюго, с поношения Курбе до Гогота аудитории, когда Маяковский читал «Человека». Если писатель или художник не видит большего, чем не старается сказать людям нечто новое или еще неизвестное, то он вряд ли кому-нибудь нужен. Нападки на собраниях и в газетах на разных людей действовали по-разному. Алексей Толстой, любивший спокойствие, решил на всякий случай покаяться и публично объявил, что написал формалистическую пьесу. «Бабель говорил, улыбаясь, через полгода формалистов оставят в покое, начнется какая-нибудь другая кампания». Мерхоль томился и по десять раз перечитывал вздорную статейку, что-то подчеркивая. В тот мой приезд в Москву я часто встречался и подружился с Довженко. Он был большим художником. Достаточно вспомнить его фильм «Земля», сделанный в 1930 Александр Петрович хорошо рассказывал с украинским юмором и с мягкой украинской печалью. Все происходившее он воспринимал болезненно. Как-то он рассказал мне, что накануне его вызвал Сталин, показал ему Чапаева и все приговаривал «Вот так нужно и вам». Меня несправедливые обвинения огорчали, порой выводили из себя. Но я был в лучшем положении, шла борьба с фашизмом, и я находился на поле боя. Вспоминая некоторые московские впечатления, все эти овации и огульные обвинения, я писал в книге для взрослых «Я знаю, что люди сложнее, что я сам сложнее, что жизнь не вчера началась и не завтра кончится, но иногда надо быть слепым, чтобы видеть». О том же я говорил позднее в стихах. «Не зря я слепоту зову находкой, тоску зажать, как мертвого птенца, пройти своей привычной походкой от детских клятв до точки, до конца». Работа над книгой меня захватила, хотя то и дело приходилось от нее отрываться, писать статьи для известий, выступать на различных собраниях, работать в ассоциации писателей. Книга для взрослых была первым черновиком той книги, которую я теперь пишу. Я задумал нечто увлекательное и порочное. Решил перемешать главы, в которых рассказывал о себе о своей жизни с другими, где персонажи повести раскрывали мне свои тайны, работали, боролись, любили, страдали. Я назвал замысел порочным, может быть, это неправильно, просто мне не хватило таланта и мастерства, чтобы герои повести выглядели действительно существующими, а вследствие этого я сам порой казался условным литературным персонажем. В книге много страниц было посвящено литературе, искусству. Я тогда впервые задумался над тем, как рождаются книги или холсты. Я говорил о судьбе писателя. Он весь облеплен чужими страстями, как репейникам. Человеческое горе знает, кому пристать. Даже бродячая собака не пристанет к каждому, она понюхает человека, а потом или отбежит в сторону, или пойдет вслед. Не все радости, не все горести пристают к писателю, только те, что должны к нему пристать. Говаль умер среди мертвых душ. Вокруг его изголовья толпились плюшкины и ноздревы. Он повторил в жизни то, что однажды ему показалось занятным и нелепым сном. Тему подарил ему Пушкин. Героями его снабдила жизнь. Что он прибавил к этому, кроме своего дыхания, и почему за чужие судьбы он должен был расплачиваться юродством, немотой, убогой смертью. Неужели книги это только черновики, которые нам приходится набело переписывать в жизни? Больше всего я думал о борьбе, которая шла вокруг, о выбранном мною пути. Справедливость это слово как будто отлито из металла, в нем нет ни теплоты, ни снисхождения. Иногда мне кажется, что оно из щегуна, иногда она теряет вес, становится оловом. Его нужно согреть своей страстью. Я сказал, что прежде не мог освободиться от своего прошлого. Я думаю, что человек ни от чего не освобождается, он растет вширь, как дерево, кольцо нарастает на кольцо. Теперь я вижу, отчего чугунная или оловянная справедливость казалась мне прежде холодной. Нужны были не только удачи, но и обвалы, вывихи, годы немоты. Может быть, в 1935 году я слишком рано взялся за рассказ о своей жизни, недостаточно знал и людей, и самого себя, порой принимал временное, случайное, заглавное. В основном я и теперь согласен с автором книги для взрослых, но война в ней описана не ветераном, а человеком среднего возраста, среднего опыта, который едет в темной теплушке на фронт и рисует себе предстоящие битвы. Многое в книге было скорее предчувствием, предвидением, нежели выводами из пережитого. Я сам не понимаю, как я мог весной 1936 года, до всего, что мне пришлось испытать в последующие годы, будучи не старым и далеко не умудренным, написать такие строки. Я пережил в жизни все, что пережило большинство людей моего возраста. Смерть близких, болезни, предательство, неудача в работе, одиночество, стыд, пустоту. Есть борьба на улице с винтовками, в цехах, под землей, в воздухе, запишущей машинкой. Я сейчас думаю о другой борьбе, в тишине, когда, не отрываясь, смотришь на лампочку или на буквы газеты, которые не читаешь, когда надо победить то, что сделало с тобой жизнь, заново родиться, жить, во что бы то ни стало жить. Приподнимая занавеску исповедальни, скажу, что книга «Люди годы жизни» родилась только потому, что я сумел в старости осуществить сказанные мною давно слова «Победить то, что сделало со мною жизнь». И если не родиться заново, то найти достаточно сил, чтобы идти в ногу с молодостью. Книгу для взрослых сначала напечатали в журнале, потом решили выпустить отдельным изданием. Издавали долго, шел 1937 год, когда забота о деревьях была предоставлена не садовником, а лесорубом. Из книги изымали целые страницы с именами, ставшими неугодными. В том экземпляре, который у меня сохранился, один листок белее и короче других. Его вклеили. Нужно было изъять имя очередного вырубленного Семена Борисовича Членова. Описал я книгу в Париже в начале 1936 года. Писал под шум демонстраций. Борьба разгоралась. Теперь я твердо знал, что ни приключись, какими бы мучительными ни были сомнения, не в правоте идей, а в разуме людей, стоявших на командном посту, нужно молчать, бороться, победить. В конце марта я отослал рукопись в знамя. А 7 апреля в испанском городе Овиедо я разговаривал с горняком Сильверио Кастаньоном. Он рассказывал о боях 1934 года, о погибших товарищах, о пытках. Бесконечно далекими казались мне и борьба с формализмом, и листочки рукописи, и парижская комната с книгами на полке, с трубками на стене. Кастаньон писал стихи и на суде удивил военных судей эрудицией. Цитировал Маркса, Канта, Кальдерона, Гего. Судьи одобрительно кивали головами, но приговорили горняка к смертной казни. Он был председателем революционного комитета в шахтерском поселке Турон. Исполнение приговора, однако, откладывали с одного дня на другой. Я спросил Кастаньона, сколько времени он ждал смерти. Он ответил, 15 месяцев. Только я ждал не смерти, а революции. Потом он прочитал свои стихи и вдруг сказал, разводя руками, «Жизнь у человека одна». Я внимательно посмотрел на него и увидел, до чего он молод. Детское лицо. Вернувшись в сырую мрачную гостиницу, я долго не мог уснуть, ворочался, думал, «Нет, жизнь не одна». Заодно приходится прожить ни одну, ни две жизни, а много. В этом кажется вся беда, но и все счастье. но и даже все как в любых ах. Продолжение следует...